добрый вечер доброй ночи собираем аудиторию midnight loft онлайн сегодня уже у нас 26 диалоговый онлайн в это сложно поверить но 26 гостей сегодня вот у нас собственно 26 гость михаил фейман замечательный скрипач три раза три раза его состав точнее струнный квартет который я называю бородин квартет джуниор молодые бородинцы иными словами по-русски так сказать этот состав звездный состав три раза принимал участие в лофт филармонии три раза при абсолютно удивительных обстоятельствах три раза совершенно разными людьми коллегами партнерами совершенно разными программами сегодня очень будет интересный онлайн мы поговорим как обычно о всех возможных и невозможных лайфхаках артистической деятельности в это непростое время но как обычно с ноткой иронии с ноткой оптимизма и надеждой на то что наше будущее будет лучше чем наше прошлое ну и сейчас я приглашаю мишу нашу импровизированную студию чтобы наконец-то продолжить этот душесчипательный полуночный сериал midnight loft онлайн всем привет ребят приятно что вы присоединились привет 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 всем привет как радостно тебя видеть цветущим взаимно цветущим цветущим обросшим на самом деле вот смех смехом а тебе хорошо когда у тебя такой объемчик появился и здесь надеюсь что надеюсь что внутри тоже какой-то не пустой объем мы сейчас будет выяснять потому что ты знаешь у нас рабочий хэштег love терапия ну и первый разминочный вопрос не такой как у тебя дела это будет второй вопрос сколько онлайнов миша ты посмотрел перед тем как сесть в это диалоговое окно скажи честно а ты знаешь я смотрел онлайн с настика бекины я смотрел я не помню мне кажется около трех онлайн я твоих посмотрел вот ребята теперь вы знаете на каких условиях можно попасть в это диалоговое окно это все шуточки миша скажи на самом деле как твои дела как жизнь самоизоляционная что вообще происходит ты где с кем самоизолировался такая самая главная информация я самоизолировал со своей девушкой лидой ковальчук мы меняли много мест самоизоляции потому что сначала мы сняли квартиру на арбате на неделю просто мы даже не знали мы не знали что будет карантин и он нас застал именно там вот мы продлевали это жилье как могли долго на нбн в итоге потом мы разъехались потом опять ехали и вот сейчас находимся в такой замечательной квартире на проспекте вернадск вот так что касается что недалеко не ну как юг как бы я в районе коломенская то есть как бы южание южная часть скажем так мы близко миша мы близко мы рядом ничего что у вас как бы четкая юг но это не детали сейчас все мы понимаем очень далеко друг от друга одновременно близко потому что вот как тебе кажется вот такая вот разобщенка которую нам и завабахали на вот такая булава которую нам устроили ведь на самом деле парадокс состоит в том что мы не видим друг друга но ощущение того что вот как-то мы можем объединиться объединить наши усилия ведь она растет с каждым днем правда конечно несомненно несомненно миша но будучи вот музыкантом как бы мы тебя пригласили для чего чтобы наконец-то попытаться может быть сегодня нам удастся наконец-то решить все наши вопросы и задачи как жить дальше глобальный вопрос вот он интересует очень многих и какие лайфхаки связаны вообще вот с этим онлайном но оказываются для тебя удачными неудачными вообще вот как сейчас построена твоя жизнь то есть я поясню как бы свой вопрос как тебе удается заниматься удается ли знак вопроса слава богу слава богу удается мне кажется это то что держит меня пока как в каком-то тонусе да то есть ты эволюционируешь еще какие-то программы наверное там уже миллион камерного всего выучено сольно я не думаю что это выучено то есть это это играется но это не учится мной я просто я сейчас получаю удовольствие от того что я могу изучать репертуар что касается выучивания я конечно стараюсь себя заставлять но как только я себе ставлю такую цель вот кстати с моим другом петь без носиков мы сегодня это обсуждали когда ставишь перед собой какую-то цель что-то выучить то сразу отпадает какое-то желание хочется просто играть хочется получать удовольствие от игры благо есть время но кстати федя который вспомнил федя очень активно показывал пример так по всем нам на заре так сказать этой самоизоляции когда как-то соединил там да эти записи вот но ты кстати в такой опции не был замечена где где доказательства где инстаграмная лента заполнена твоими попытками твоим творчеством но будем считать что доказательство будет непосредственно после окончания карантин когда мы снова встретимся с дорогими друзьями коллегами на сцене будем надеюсь радовать многочисленную публику который скорее всего будет сидеть через сиденья друг от друга первое время я так предполагаю что люди будут хотеть попасть на концерты они не будут бояться я думаю что да я думаю что да потому что искусство мне кажется что в данный момент это такая вещь очень она всегда была благородной но и приобщаться к нему это сейчас очень важно вообще в принципе это очень объединяет это очень сплачает людей и и я знаю что очень многие очень многие мои знакомые которые не являются музыкантами они резко начали слушать к удивлению не сколько для них сколько для меня что они начали слушать оперы вагнера каждый день значит просто изучают по опере какой-нибудь а вот вагнера ты скажи им ребят бросайте это дело я ничего которые я не прилагал никаких к этому усилий они все сами вот мне кажется пишет людьми когда они выбирают из всего изобилия оперного репертуара вагнер и именно в такой момент что они движут я не знаю честно говоря может быть отягощение отягощение бытия хочется еще больше отяготить это музыкой вагнер и уж погрязнуть вообще во всем но для каждого по разному вот а что касается нашей огромной колоссальной индустрии я надеюсь что все же как бы это не было тяжело мы выйдем победителями из этого всего конечно же я думаю что вернемся мы к своим делам последний из всех структур я так предполагаю опять же останется онлайн платформа онлайн-трансляции я думаю что с этого все начнется то есть первые онлайн на трансляции каких-нибудь концерт в ансамбле или что это вот вроде я так полагаю а что дальше будет надеемся что будем привлекать постепенно в масочках в перчатках ну да это знаменитый набор хирурга тире проктолога да как бы перчатках это конечно имеет место быть но мы не знаешь меч вот я с тобой солидарно я поймала как бы твое настроение твою ноту да действительно во первых но мы как бы не боимся нужно честно сказать да мы на позитиве и вот это вот духовное единение духовный голод людей которые понимают что толк не только до пищи так сказать физическая в пище вот именно морально эмоциональной это имеет место быть да это наверное самое главное что есть жизнь собственно поэтому мы с тобой сейчас вот здесь в этих вот окнах диалоговых слушай ну вот по поводу онлайна вот по работе мне интересно просто разные оркестры да вот ну как бы ни для кого не секрет что ты работаешь солистах москвы да которые под управлением аудитории на всякий случай под управлением юрия башмета благополучно существуют играют концертируют у вас есть какая-то такая вот с вас требуют ну ваши занятия там какая-то активность то есть где-то что-то мелькает или так сказать вас пока просто вот но отпустили и пока никакой информации то есть но как мы выходили карантин мы сыграли 2 онлайн трансляции это было открытие сезона онлайн который был в московской консерватории сбил вот мы играли открытие этого сезона и спустя несколько дней мы играли в концертном зале чайковского домашнем сезоне принимали участие с другой программы абсолютно и вот собственно говоря это было пожалуй наше последнее выступление не пожалуй а точно последнее наше выступление на сцене и мы ушли в такой краткосрочный для нас тот момент отпуск надеюсь что все же это быстро закончится и все наши концерты все-таки состоятся но постепенно постепенно в расписании нашей работы вычеркивалось один за другим гастроли концерты спустя месяц получается где-то в апреле да нам сообщили такую новость что маэстро желал бы освежить репертуар и хочет чтобы мы позанимались что мы взяли нотки поиграли получили и в какой-то момент какой-то момент он примет участие в нашем совершенстве вот то есть он будет принимать у нас партии ну пока вот только мелькнула эта мысль будет так или нет но естественно будет онлайн естественно вы будете играть по скайпу но в принципе такая практика у многих коллективов сейчас что принимают партии то есть нужно было какая-то видимость работы наверное именно разве это ну я понимаю да и понимаю как бы отношения ну как тут не может быть двух мнений абсолютно музыканты мы прекрасно понимаем что это такое ну ладно тут сказать выживаем в этом месте скажем так и улыбнем миш а вот ну в связи с тем что как бы это свободное время я конечно еле-еле втеснулась твой невозможный график сейчас в 12 я обычно занят понятно как бы личная жизнь тут я даже опускаем слушай по поводу не знаю онлайн уроков вот ты допустим проводишь сейчас как-то чешутся эти руки там не знаю может быть кто-то есть кем-то занимаешься то есть вот ты сам практикуешь или нет сейчас нет сейчас нет у меня у меня был один момент когда я практиковал такую род деятельности я тогда еще учился да но я был студентом то есть третий третий четвертый курс конституции вот у меня было пару учеников когда мы я ездил с другим занимался онлайн но в какой-то момент я понял еще и в сравнении что это как-то на онлайн совсем не работает не фурыч для меня вот и я оставил это дело и сейчас нет у меня не чешется ничего чтобы я начну практиковать онлайн занятия с детьми с юными скрипачами и так далее вот мне нравится пока практиковаться самому я получаю подключимся через месяцок второй не дай бог этих слов я не говорила если что так так сказать если вдруг по кому-то идем негативным сценарием что просто знаю вот как бы мы надо смотреть динамики эти ответы на самые вопросы задавать и потом так сказать сравнивать окей хорошо слушай ну связи с этим вот онлайн бумом конечно приходит очень много мыслей воспаленный творческий мозг при том что правильно я тоже нет занимаюсь как бы все нормально непонятно тоже зачем непонятно к чему но как-то руки чешутся ну вроде как надо привычно ну в общем как-то это успокаивает скажем так но поймала себя на мысли поймала других музыкантов может быть тоже на мысли либо я их самого этого влекла уж не знаю у людей появилась потребность нашего круга как-то самовыражаться за неимением выхода на сцену и вот в онлайне мы стали рассматривать а что вообще существует ну ты как человек абсолютно нелишенный необделенный чувством юмора конечно у меня сразу напрашивается у меня такой вопрос знаешь вот есть такой портал например там страдивали да как пример мы его все знаем где какие-то хохмы наши академические да музыкантские там поднимаются на щит все достаточно так весело сделано ну посмотреть может но я другое может быть у тебя вообще есть амбиции создания какого-то собственного контента канала платформы где это может быть там блок блок где ты делишься какими-то своими секретами и рецептами счастья как прожить этот период потому что вот этот вопрос не на пустом месте очень немного в нашем мире музыкантском людей у которых во-первых повторюсь все хорошо с чувством юмора есть харизма есть как бы это ну как бы все вот эти вот понимаешь составляющие для того чтобы сделать нечто такое что может воодушевить масса вот как ты к этому относишься я как мы отношусь очень хорошо с большим позитивом и я думаю что и желанием просто я в этот момент становлюсь почему-то таким нерешительным не знаю то есть мне хочется я это прекрасно вижу вот какой-нибудь блок ох хохмит здоровый юмор вот но почему-то вот все руки руки не доходят хотя казалось бы вот сейчас как раз есть идеальное время для того чтобы все это создавать и делать но мы все помним знаменитое видео на ютюбе сколько там просмотров сколько 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 я перестал следить я перестал следить но конечно же дает ну такой своеобразный бум мире московских консерватор да для аудитории которая ну вот совершенно не понимает о чем я сейчас сказала что это было за видео при каких обстоятельствах его сняли то есть и какой успех вообще она имеет по сей день расскажи всем ну многие мне кажется это знают и возможно это как-то передавалось из-за сустава и я уж не знаю но это было так вот это вот троица ребят которые вы можете видеть на видео в ютубе связаны с произведением с раз от цыганские напевы которые мы буквально смысле перепели на мой взгляд нам удалось это было сделано с драйвом и без какой-либо за эти мысли особенно поиздеваться над музыкой великого павла сарасата как то произошло да прости нет значит это было просто великолепно потому что на самом деле я когда смотрела но я же я же помню как вы только поступали в консерватории только первые шаги можно сказать а тут тут просто такой апгрейт я подумала ребята умеют классно работать классно трудиться интенсивно и как они здорово отдыхают причем тоже с умом вот что я хотел сказать продолжаем вот рома подсказывает рома веков что мы перепели не не совсем так нет не совсем так это было то есть действительно мы долго не засыпали ночью мы были на даче друзей вот а с утра если можно назвать это утром мы знаешь что водички как-то собрались за таким вот столиком который вы можете а вы не можете наблюдать потому что на нем как заставил айфон что забавно этот айфон не принадлежал ни одному из участников то есть мы просто да не совсем не будем считать что так одна из наших подруг когда поставила нам айфон показала ту самую собственно говоря фишку которую мы использовали на нашем видео это ускоренный 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 эффект ускорения можно ускорять пардон мы знали мы знали но мы этого не делали нам не нужно это было вот а в тот момент и ярик ульянов артист который находится в очень важное упоминание да артист вот он значит находится по правую сторону экрана вот он собственно говоря предложил нам записать видео а именно цыганский напевод однажды мы как-то прикалывались это было еще студенчестве в школьные годы чудесные в гнесинке десятилетки вот мы проводили веселое время и тоже вот так вот шутили над разными произведениями и тут и тут тот самый роковой момент из первого дубля мы просто начинаем значит писать вот этот пёс появляющийся в кадре как мы жмем руки уходящих людям которые уезжают замечательного праздника жизни который закончился уже с утра вот а мы еще остались и записав это видео ну что мы просто отдали телефон я попросил мне скинуть через эрдроп все замечательно мы значит посмеялись отлично ускорили ой как смешно и спустя мне кажется дня три да это был в апреле это было 17 апреля я очень хорошо помню этот день потому что в этот день конечно оркестр московской консерватории под управлением эликс корову играл концерт кстати десятилетию московской консерватории у него часто у виктор третяков наталья лихополь в общем был такой большой концерт для нас большой праздник и я прикажу на репетицию ни сном ни духом честное слово я ничего не знаю я то ничего не выкладываю но я уже как бы раскрыл все карты да и феликс корбус она не здоровается феликс павлович почему так вот если он видит феликс павлович тратит ну вполне возможно и я я знаю что так сажусь на своем месте я же так посмотрел на него внимание вот какой-то момент он ко мне поворачивается и говорит сейчас я тебе расскажу что такое успех я не понимаю чем идет речь честное слово я не смотрю успех дорогие мои это когда-то выкладываешь видео в час ночи а с утра у тебя уже несколько тысяч просмотров и 11 из них мои я не сразу понял о чем он говорит вместо даже головка а потом я понял я захожу на фейсбук и вижу знаете что там уже какое-то сумасшедшее количество просмотров и репостов и все это видео гуляют причем там была сначала не цензурной версии которая гуляла по фейсбуку вот потом мы все-таки попросили даже подругу как-то это скажем так скрыть и осталась вот такая цензурная версия которая гуляет по ютубу и фейсбук невероятно невероятно нет на самом деле просто видео настолько позитивно ты знаешь как бы вот мои студенты которые приходят на менеджмент они не верят такое понятие как вирусный контент мне кажется вот это вот пример как можно вот просто да но вы дурака валяли ну даже и вот щелчком пальцев да другой вообще третий четвертый энный человек который просто ну вот опять же по твоему рассказ да поставил телефон все случайно все вот натурально сделано и это взлетает и это никакие не коты ребята видите кошечки не всегда способны перекрыть мишу фимана на правах рекламы так что я думаю что на самом деле имея такой опыт пусть даже за счет как бы на другого чек который просто взял на себя ответственность то есть скорее всего его уже его он еще жив нету на себя ответственность ты видишь за идея это конечно ответственность нажать кнопку выложить опубликовать конечно всего блогу здравствуйте хорошо но это хорошо потому что бывают что такие энтузиасты которые так сказать поднимают на щит наших героев и потом потом очень достается за это нет у нас во всем хэпи-энда так что в этом плане все прекрасно. Но это было очень смешно и забавно, конечно. Мы получили бешеное удовольствие. И тот момент, прости, что я тебя перебил, мне кажется, вот сейчас у меня появилась такая мысль, что это был почти верх камерного ансамбля, вот мастерства камерного ансамбля в том плане, что наши настроения сошлись воедино. То есть у нас был абсолютно один поток, одна идея. Но я думаю, что вы долго шли к этому как бы утренним, к этим часам, то есть такое взаимопонимание достигнуто. Это не просто, ребята. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях и не думайте, что если вы хорошо играете камерную музыку, у вас получится такой же экзорсист. Не думайте. Знаешь, да, потому что у нас после этого пошло большое количество запросов от разных скрипачей и в основном концертмейстеров. Концертмейстерам больше всего понравилась наша запись, потому что зачастую скрипачей в цыганских напевах довольно-таки сложно ловить. Мы показали все возможные шаблонные варианты. И что я хотел сказать? Да, и нам поступали разные запросы от скрипачей разных, в том числе известных, чтобы мы записали такие произведения, как Ронда Кпричевоза, Сенсанс или что-то еще, то есть такое ходовое. То есть просто говорят, будь моим коучем, будь моим сенсеем, возьми меня на борт, я хочу у тебя учиться, возьми меня в подмастерье. Миша, это на самом деле успех. И ты знаешь, я поражена, насколько это оказалось в тренде. Ведь сейчас музыканты сокрушаются, они говорят, то есть нет хорошего, не качественного такого вот именно серьезного контента, не качественного такого юморного, там, не знаю, материала наполнения от академических музыкантов. Миша, надо что-то с этим делать. Я тебе предлагаю занять нишу стендапом, как бы так уж и быть. Стендапом, музыкальный стендап, да, почему бы нет. Ну, собственно, то, что мы практикуем в лопте, ты регулярно принимаешь участие, шлифуешь свои навыки, надо сказать. Ну, там все-таки, ты знаешь, я каждый раз в лопте, то есть каждый раз это было три раза, да, как ты уже упомянула, с большой радостью я вспоминаю эти концерты. Спасибо тебе огромное. Но для меня это было, конечно, не как стендап, то есть каждый раз я волновался, что, скажу, такую бурду страшную, что люди, в принципе, до нашей игры уже пойдут из зала. Вот, но, слава богу, никто не уходил, и все было в порядке. Не то, что не уходили, просили еще и еще. Слушай, ну, о чем ты говоришь? Вот вы выступили тогда первый раз, а это было, вот, дай бог памяти, это был апрель 18-го года. Это Квинтет Шостаковича, когда мы выдали. Да, это был Квинтет Шостаковича, и тогда, это, собственно, был вечер вместе с квартетом, да, под вашим брендом, Квинтетом от Владимира Бальшина. И второе произведение, вторая, как бы, часть вечера, это струнный квартет Оренского, который, собственно, Владимир Бальшин вместе со своими девчонками, с девушками, в девчачьем коллективе, так выгодно дополнил, я бы сказала. Вот, это был такой первый, первый ваш аккорд в локте, после которого, ну, сердце мое окончательно дрогнуло, душа растаяла, и пришлось вас звать еще и еще. И, по-моему, превратились в такой настоящий, вот, в хорошем душе слова, проектный, вот, мой личный такой вот состав, когда очень тяжелые такие вот игроки, лакшери-сегменты, нужно все сделать на топовом уровне, очень-очень-очень быстро, что я делаю? Ну, я поднимаю телефон и звоню, звоню еще в левчонках, ну, или, проще говоря, у нас просто есть чаты, ну, у меня где-то 300 чатов, я не знаю, 250, может быть, вот, набираю, короче, в этот чат и говорю, ну, что, свободно, и дату вызываю. Не, ну, после этого, ты знаешь, я хочу отметить, и ваше выступление, когда вы играли с Ваней Тихоновым и Сашей, как бы, этот вечер потом, ну, конечно, с Илюшей Кондратьевым, ну, потому что каждый раз, знаешь, Миш, мне интересно, насколько много у вас портепианных квинтетов вообще уже в багаже, сколько у вас струнных квартетов, ну, прочее, это уже как бы ладно, так и дополнение. Самое смешное, ты знаешь, что у нас очень мало струнных квартетов. Это правда, то есть нам, как мы с ребятами иногда думали, что, ну, четвером скучно, нам обязательно нужен пятый герой, вот, но, конечно же, это не так, у нас есть в репертуаре квартеты, их не такое большое количество, это, конечно, музыка Чайковского, музыка Шостаковича, Бетхойна, а больше, конечно, квинтетов, и струнные квинтеты, и фортепианные квинтеты, и кларнитовый квинтет, кларнитовый квинтет в Вене, единственный экземпляр. А вот что касается фортепиана квинтетов, да, тут мы поработали на славу, и, конечно, наш проект, который нас очень сильно двинул, на котором мы, собственно говоря, с тобой очень хорошо познакомились и объединились идеей, это проект с Димом Москве, и он в Доме музыки, да, где мы играли такую для нас крутую программу в тот момент, это квинтет Шостакович, квинтет Вайнберг, и фортепианные трио Петухова, Михаил Степанович. И после этого вот началась наша какая-то такая квинтетная история, и она, я надеюсь, что будет продолжаться и не заканчивается. А самое смешное, что как раз в тот самый вечер я работала в тот момент в Доме музыки, и я как бы, ну, была, менеджерила этот концерт, и, собственно, мы тогда все еще раз перезнакомились, вот я, например, Феде вообще не знала, да, Снасти, совершенно. Вас, Сережа, это я как бы давно... С приемной комиссии, с приемной комиссии. Ну, да, но мы не будем упоминать это черное место, зачем, зачем ты так омрачаешь этот праздник жизни. Вот, слушай, ты открыл все карты, да, ну, в общем, я действительно знала вас давно, а вот двух других ребят нет. Ну, Дима Маслеев, понятно его, как бы на тот момент уже точно все знали, и был очень такой интересный, действительно, вечер, после которой я подумала, это надо привнести или привезти просто-напросто в локт в каком бы то ни было виде, то есть, может быть, конечно, не с Димой, потому что Дима играл мало на тот момент, камер на музыке, сейчас он писал уже, неважно, далеко идущие какие-то разговоры, вот, и очень здорово и радостно, что каждый раз, когда вы возвращались, ну, во-первых, публика интересовалась, да, то есть, как бы все понимали, какой это уровень, и мне было очень приятно, то есть, я вот до сих пор, на самом деле, не знаю, как называется ваш состав, я вас называю «Молодые Бородинцы» или там «Бородинцы Джуниор», на полном серьезе, и, Миша, вот мне... Это большая честь, и очень высокая планка, конечно. Сейчас должен Владимир Бальшин просто плакать и протирать уже платочком глаза, потому что это же гордость. И, кстати говоря, вам наступают на пятки, я знаю про другой перспективный состав, который, кстати говоря, к сожалению, они должны были очень такую большую проектную историю у меня делать в локте в этом мае, но это все переносится на следующий сезон, очевидно, уже с шопеновскими участниками. Но нечуть. Вопрос к вам. Вопрос к тебе. Как бы, на каком сейчас вообще этапе жизнедеятельность квартета? То есть, насколько возможно после окончания консерватории вопрос такой, знаешь, очень, на самом деле, серьезный. Сотрудничать? Насколько позволяет график? Насколько вы сами этого хотите? Всегда хотим. Всегда хотим изучать новый репертуар, ставить себе какие-то задачи, искать выступления. Это очень приятно, что они есть. Ты упомянула, я думаю, что самый главный пункт, и он же самый сложный, это, конечно же, график. К сожалению, мы не работаем в одном коллективе. Если бы мы работали в одном коллективе, естественно, мы могли бы все это придумать, когда, что и так далее. И не у каждого из нас, в чем еще большая проблема, есть четкое расписание на работе. То есть, ну, и как у любого музыканта, мы не можем, мы подвергнуты тому, что у нас суббота и воскресенье, это не выходные. Недавно, да, кто-то мне сказал, ну, это же выходной, ты можешь сказать, что, в смысле выходной, не очень понятно. Суббота, воскресенье, но у всех выходные. Вот сейчас у всех выходные. Вот, пожалуйста. Вот сейчас только уж точно. Да, и что касается деятельности квартета, ну, для меня вообще, что касается квартета, это, ну, такой совершенный ансамбль, что ли, да. Мы можем наблюдать, что из квартета можно либо забрать человека, либо туда еще дополнить кого-то, но все равно всеобъемлющее понятие это квартет, естественно. и, конечно, мы стали уже родными людьми за время учебы в консерватории, друг к другу стараемся. Я думаю, что мы до конца, конечно же, друг друга не узнаем, но стараемся всегда найти компромисс. Это не так просто, это ведь правда. Некоторые квартеты вообще, ну, к нам это не относятся, слава богу, да, они переставали общаться уже под конец своего существования, передавали записочки друг к другу через какого-то там и так далее. Ну, такое было, это правда. Такое есть. Но играли они при этом гениально. Ну, вот. Надеюсь, что нас это не настигнет. Ну, вас-то не настигнет, то есть в итоге сейчас как бы, ну, ответ какой? Ответа нет. То есть, получается, пока вы, ну, каждый из вас, в принципе, в начале как бы своего рабочего пути, понятно, что без работы, ну, невозможно, невозможно существовать, конечно, говорить, вот это та самая тема, которую я боялась затрагивать, но все-таки вот, ты посмотри на меня, все-таки затронула, что как же, черт возьми, жаль, что, например, имея потрясающий коллектив, ну, вот, единицу, да, камерного ансамбля, очень сложно повторить творческий путь, ну, тех же самых бородинцев, да, у которых есть концертный график, ну, они работают в консерватории, скажем так, это совершенно благотворительность, как говорит сам Владимир Владимирович, да, ну, потому что просто желание вырастить новую, как бы, креативную молодежь, оно есть, но в плане работы, в плане, как бы, фидбэка чисто материального, будь мы запишем своими именами, это абсолютно, ну, неинтересно, но при этом они играют, да, огромное количество концертов, держать себя на плаву, и это, ну, как бы, потрясающе, творческая, ну, это просто мечта, это творческая работа, да, просто, я не знаю, самых смелых наших голубых мечт. Так вот, понимаешь, в чем мой вопрос, в чем мое, как бы, негодование, что вы, будучи, да, вот, ну, как бы, имея очень хороший потенциал, очень, как сказать, ну, такую хорошую перспективу, да, я сколько раз, ну, ты же не дашь соврать, говорила вам, ребята, вы такие классные, должны поехать там на камерный конкурс, да, вы там всех сделаете, там, и вот, там, не знаю, в тот же Пёрчих, да, на Брамса поехать, и там, в тот же Пеннероло, там, в Италию, да куда хотите, эти конкурсы топовые, ну, они имеются, их не так много, но все же, вот. И я понимаю, что, окончив консерваторию, ну, перед вами, ну, стоит, как бы, задача, да, просто, ну, вам нужно элементарно найти хорошую работу, и эта работа не может стать квартир. То есть только если каким-то там невероятным образом вы сможете это как-то совмещать, вопреки, наверное, всему, там, отказа, я уже не знаю, от еды, воды, личной жизни, там, не знаю, сна, вот это меня больше всего, понимаешь, вот бесит в этой ситуации, что почему-то, да, вот почему-то в нашей стране камерная музыка, вот она не самодостаточна в плане материальном, что вот будучи классным, хорошим, достойным игроком, с хорошим, действительно, составом, невозможно это продолжать, ну, вот, сколько тебе хочется, да? Да, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что квартет все равно у меня ассоциируется, как делаем таким приходящим, то есть у нас, если есть какая-то цель, вот о чем я говорил, мы начинаем работать, мы начинаем грызть, мы репетируем в любое время дня и ночи, действительно, я говорю буквально, то есть мы часто встречались по ночам, потому что другого времени просто не было, или там с 7 утра где-то в репетиторе. Ну, да, вот такая вот штука, у каждого должна быть работа, и очень жаль, действительно, очень жаль, что нет такой поддержки, нет такой финансовой поддержки, нету небольшой интерес, до сих пор в камерной музыке, причем, заметь, что мы говорим, допустим, если бы мы говорили с тобой о камерной музыке, ну, я не знаю, 5-6 лет назад, ну, это был абсолютно другой уровень, я имею в виду очень низкий, мы бы о ней не говорили, мы бы только мечтали, ну, действительно, так оно и есть. И вот эта вот мечта находилась у меня в голове с окончанием Гнесинки, что я хочу заниматься камерной музыкой, потому что мне это нравится, мне хочется учить каприсы, мне хочется учить сонаты, мне хочется играть квартеты, трио, квинтеты, и так далее, и тому подобное, и заниматься прекрасной камерной музыкой. Но, к сожалению, сейчас уже спустя, допустим, шесть лет. Мы говорим о камерной музыке, которая начинает свой рассвет, уже начала, и она довольно-таки популярна, и все равно у нас находится вопрос по поводу финансирования ее, по поводу интереса музыканта в этом, интереса музыканта, человеческого интереса. Элементарно. я тебе хочу сказать, что я делаю все, что в моих силах по поводу человеческого интереса, по поводу... Это благодаря, ну, благодаря таким, как ты, собственно говоря, камерной музыке, мне кажется, что держится на плаву, что есть такие замечательные проекты, как Лофт Филармонии, есть действующие обалденные фестивали, которые проходят в стенах, консерваторах, ну, даже можно их не называть, все прекрасно знают. И вот... Это здорово, все, что я могу сказать. Это замечательно, что это есть. Ну, Миша, ну, я как бы, понимаешь, я к чему сказала, что как бы Лофт старается, к тому, что я поняла, я тебя услышала. То есть, получается, вам нужно поставить цель. Я между строк как бы читаю, да, и еще раз привлечь, как бы, я с удовольствием, во-первых, это сделаю тебе, ты говорю, вот, диалоговый хокс, абсолютно этого не стесняюсь. Да, но почему нет? С другой стороны, еще одно такое дополнение, которое, ну, просто напрашивается само собой. Смотри, вот принимая внимание о той ситуации, в которой мы оказались, опять возвращаемся в реальность, в нашу реальность. Вероятно, мероприятия, ну, как бы, отменялись, да, по количеству пассажиров, массовые, да, расхлопнутся. Соответственно, получается, камерная музыка, коль-то веки и камерные помещения, они находятся в более выгодном положении. То есть, к чему я клоню? К тому, что, вероятно, вот это понятие, понимаешь, которое к нам пришло, там, ну, из 19 века, там, не знаю, да, уже был расследок в 19 веке этих салонов, этих квартирников, называй, как хочешь, да, вот это можно в любую форму облечь, малых помещений с малым количеством до 5000 пассажиров, зрителей, ну, и, соответственно, в такой местности играть. Ну, вряд ли кто-то выпрится играть, там, я не знаю, те же самые каприсы погонения, будь они не ладны или наоборот ладно, да, то есть, конечно, это камерная музыка, конечно, это прямая просто указка, что вот же, ребята, у вас огромный репертуар, будь то дуэт, трио, квартет, квинтет и поехали, да, то есть, это играть и переиграть. Короче, к чему я веду? Мне кажется, я, вот чутье обычно не подводит, что сейчас действительно взлет не только вот по тем вот вещам, да, по тем, как бы, пунктам, по которым ты прошелся, я совершенно верна в то, что ты сказал, а, в принципе, сама ситуация вынуждает к тому, что человек вот сейчас тоже был захлопнут, и ему захочется чего-то такого, ну, вот, задушевшего, сокровенного, сокровенного, да, интимного, да, вот сесть с кем-то, понимаешь, и не вот это вот все мерцание, да, потому что мы же так хотели, да, пользоваться гаджетами, быть прогрессивным, ну, получается, да, то есть не о крикливом вот этом вот гламуре, не о каких-то сиюминутных вещах, да, о вечном, спокойном, то, что дает какое-то послевкусие, душевную работу, интеллектуальную работу, да, чего сейчас как бы, ну, иной раз не хватает, то есть не знаю, вот мне кажется, что будет так, дай бог. Я бы очень этого хотел, Алиса, и я с тобой разделяю это полностью, абсолютно, чтобы камерная музыка процветала, чтобы мы играли, чтобы мы делились, а ведь, ну, на мой взгляд, я и поступил в камерную астронку, опять же, я ничего не говорю, я еще раз повторю, что я ненавижу играть каприз в Паганине, никогда я не полюблю играть каприз в Паганине, когда рядом я могу взять с полки Соната Брамса, я не могу, но это, то есть не мое, вот, а что касается вообще в принципе специфики камерной музыки, это же то самое общение настолько сокровенное, настолько в узком кругу, когда ты находишься с тремя, четырьмя, с двумя людьми, ты общаешься по-настоящему, ты делишься, и вот это вот облако, да, какой-то месседж, который исходит от этих людей, трех, четырех, пяти, неважно, он идет в публике, и когда она это получает, создается просто их взрыв, на мой взгляд, национальный, вот что такое камерная музыка для меня, мне кажется, то, что ты как раз упомянула, что люди будут нуждаться в чем-то сокровенном, то это как раз в нашу пользу, вот что я скажу, отлично, на таком крещендо, ты понимаешь, у меня просто, ну, не то, что закрадываются подозрения, я уже знаю, дорогие друзья, ну, вы знаете, перед нами сегодня очень серьезный игрок по всем параметрам, потому что, ну, человек принимает участие, они впервые в онлайне, это вам вот это вот не фунт изюма, дело в том, второй раз, второй раз я принимаю, участие в онлайне, у нас, у нас почетное серебро, а кто же взял золото, но мы знаем, дело в том, что тут конкурирующая фирма камерная, наметилась не так давно, ну, на самом деле, Владимир Бальшин, я не знаю, сколько он сделал онлайнов, я видела, к сожалению, тот онлайн, который был с Мишей, я видела с Сережей Мазаром, вот, кто его видел, респект и привет вам, ребята, вот, у меня вопрос такой, слушай, это так здорово, ваш профессор, виолончелист квартета имени Бородина, человек очень известный, влиятельный, да, и классный вообще сам просто по своей натуре, оказывается таким вот, ну, медийным, да, и он собирает вокруг себя кого-то, до своих любимых студентов, экс-студентов, о чем вы говорили, что было в том... Ну, прежде всего, когда же это было? Это было, наверное, в начале апреля, мне что-то подскажешь, в середине апреля, да, и, собственно, в этот момент мы, как и все, мне кажется, жители страны, не очень понимали, особенно Москвы и Московская область, не очень себе представляли, что будет дальше, и основным, мне кажется, вопросом было вот это вот раскрыть, что сейчас происходит, что нас ждет, будет ли карантин дальше или нет, вот какие-то такие вопросы, и самое главное, поговорить, конечно же, о вечном, то есть о времени, о времени, которое происходит сейчас, чем мы занимаемся, как мы себя, совершенствуемся ли мы, что мы делаем на карантине, поговорили о различных замечательных платформах, которые стали открыты, с открытым доступом, то есть такие, как Берлинская филармония, Digital, фантастическая просто библиотека, вот эти вот записи, от которых, душа сворачивается, а потом разворачивается, как говорится, и так далее, да, мы это с радостью обсудили, музыку, и какое-то всеобщее настроение, вот я думаю, что это было скорее вот такое, так сказать, ну общение для всех, то есть свободное общение, получение удовольствия, как будто мы рядом, как будто мы можем вот так контактировать, и ничего плохого вокруг не происходит. Я думаю, что идея была такова. Ну они сейчас продолжаются, или как бы такая была? Ты знаешь, эта идея должна была продолжаться, и должны были быть еще разные онлайн-трансляции, но в какой-то момент это все заглох, и я не знаю, по какой причине. Надеюсь, что это снова возобновится, и будем получать радость от общения. Ну понятно. Нет, на самом деле это очень здорово, потому что, знаешь, зная просто нашу профессуру, при всем уважении, как бы консерваторскую, которая в принципе сейчас, ну кто-то пытается тщетно разобраться вот в этих вот Microsoft Teams. О, да, я сейчас с этим столкнулся, не на шутку вообще. Это было круто. Ну ты знаешь, я, честно говоря, никогда в жизни так не радовала, что я успела закончить консерваторию и аспирантуру, как и сейчас, потому что, ну ты знаешь, конечно, то, что происходит в консерватории на тему этого онлайна, и неподготовленность, это тотальнейшая, то есть как бы полное вот здравствуй, дерево, практически у всех независимости от возраста, но это вызывает такую как минимум улыбку, ну и сострадание, конечно, я понимаю, что ребятам это очень, ну не вовремя это все произошло, это очень неприятные вещи, то есть давать экзамены типа специальности онлайн, ну как бы это шутка. Ну это, конечно, кошмар, особенно для выпускников, да, которые сейчас заканчивают консерваторию, потому что для меня, ну что там, господи, да, философию, я, слава богу, ответил доклад, все хорошо, дальше можно жить, и ты знаешь, в тот момент, когда вот ты ничего не делал, ну как, относительно ничего, что-то сделал на карантине, и после этого ты не можешь себя заставить делать ничего, то есть вот какой-то такой, ты достиг цели, максимальной цели, я ответил философию, все, следующие три дня, мне кажется, что я не вставал с кровати больше, да, и... Ну понятно, на следующую парочку вопросов можно просто сразу выбросить, вычеркнуть, но все-таки, все-таки попытаюсь счастья у тебя, ну, хотелось задать вопрос о литературе, как бы о ком-то саморазвитии, Миш, ты понимаешь, тут как бы не пытаюсь умничать, вот честное слово, просто два лагеря, опять же, два лагеря людей, которые, значит, одни говорят, да отстаньте уже со своим вот этим самостоятельством, дайте спокойно морально разлагаться, одни кричат, а другие говорят, нет, это слабаки, короче, вот их первых убьют, ну, что делать, вот какую магистральность... Я отношусь к третьей группе, это человек, который орет на себя, что ты слабак, ты ничего не понимаешь, значит, тебе надо обязательно совершенствоваться, и это именно то время, которое дано тебе для того, чтобы ты занялся теми делами, которыми ты не мог заняться до этого, то есть постоянно не доходили руки, постоянно ты что-то, постоянно ты что-то, значит, не мог сделать или совершенствоваться в чем-то. По поводу литературы, да, я начал читать, я в какой-то момент получил от этого бешеную удовольствие, сейчас я опять забросил это дело, в основном я смотрю кино, но это проще, действительно, это проще просто, то есть ты не заставляешь себя напрягать зрение и воображать, но это не совсем правильно. Самую первую цель я себе ставил, действительно, это начать много изучать, много изучать литературу, освежать в своей голове, вспоминать, но все равно основной целью вот как-то мне хочется посвятить себя своему инструменту и просто спокойно, никуда не торопясь, с ним разговаривать. Вот только хотела тебя позвать с собой на какой-нибудь вебинар, там, знаешь, типа, ну, увидимся в зумовских окнах, там, попереписываемся, там, не знаю, напишем какие-то неприличные комментарии преподу, да, ну, я не знаю, то есть это не о тебе, да, совершенно. Что, по поводу неприличных комментариев? Нет, ну, это понятно, что к тебе, нет, нет, по поводу похода, как бы на какие-то вебинары, там, заумные или не очень, ну, просто, понимаешь, сейчас я начинаю... Замечательно. А вот диджитал-маркет, я не знаю. Просто смотри, вот когда я уже, хотел сказать, активно преподавала, тут с ней в зале в этот момент, когда я стала немножко почитывать менеджмент, я поймала себя на мысль, что, во-первых, почему ведут только у пианистов, то есть пианисты, видимо, это как высшая лига, высшая каста, короче, вы, если что, ребята, вы просто знаете свое место, вот, я была настолько, кстати, не согласна, что как бы свои лекции открывала, естественно, для всех факультетов. Короче, идея в том, что, насколько я знаю, ты этим никогда особо не увлекался, вот сейчас что-нибудь изменилось, и тебе бы хотелось, там, не знаю, какой-то апгрейд получить по этой теме, или... По теме менеджмента? Ну да, знаешь, почему я интересна? Конечно, конечно, всегда хотелось, я думаю. Смотри, дело в том, что у тебя есть, ну, как бы определенная категория друзей, людей, музыкантов классных, которые тебя окружают, да? Ты сам играешь, много той самой правильной музыки. Так, чувствуешь мою мысль, да? Да. Когда-нибудь наступит такой, возможно, момент, когда ты станешь немножко старше, Миша, ну, чуть-чуть совсем. Он наступает. Он наступает. Смотри, да, вот проследи мою мысль дальше. То есть ты уже закончишь аспирантуру, уже там наработаешься, уже, значит, сыграешь тонну этой камерной литературы, уже тысячу составов сменишь, ну, то есть вот произойдет, короче, уже все. И в этот момент, скорее всего, щелкнет это в голове, что, о, боже, у меня есть гениальная идея, у меня есть потрясающий концепт, как вот, например, весь этот мой репертуарный опыт объединить в какую-нибудь концертную серию, фестиваль. А знакома тебе это, нет? Ну, конечно. И вот с этого момента начинается начало конца, когда очень много всего хочется и вообще ни черта не можется. То есть я просто к тому, что я всяческие музыканты сейчас, ну, не то, что призываю, говорю, ребят, может, реально пришло время прокачаться на тему, там, арт-менеджмента, арт-маркетинга, ну, и потихоньку начинать прописывать какие-то свои активности, которые, вот, как только нас выпустят, вот просто первым делом. Первым делом. Потому что следующий мой вопрос к тебе. А что ты, Миша, первым делом сделаешь, когда ты выйдешь из окна самоизоляции? Я сегодня задавал себе этот вопрос, не только себе. Я думаю, что, ну, во-первых, я пойду. Десять баллов. Я просто, я просто пойду. Я буду идти, гулять и обязательно возьму кофе. Обязательно возьму кофе в какой-нибудь лавочке. Мне кажется, что это какой-то признак, ну, что ли, доверие. Будем так считать. Вот. Я возьму кофе, значит, пойду дальше гулять. И в этот момент закончится та самая перезагрузка. Этим словом я называю, собственно говоря, этот карантин. Да? Эта перезагрузка закончится. Начинается не то, чтобы с чистого листа. Перезагрузка это не явление, которое меняет абсолютно все и очищает. Да? Оно, то есть, оно заставляет, ну, как новая волна. Да? Вот. Оно начнется. И я думаю, что в этот момент, ну, так, допустим, да, ушла эта мысль по поводу менеджмента и по поводу фестиваля. Да, и трогать всем лицо. Буду ходить, пить кофе и трогать всем лицо. И себе в том числе. Свободу. Не, просто подходите вот так. Ребята, ну, давайте просто потрогаем друг друга лица. Ну, как вам? Да, что изменилось взаимодействие. Что касается фестиваля, может быть, я думаю, что ты об этом слышала. Фестиваль притяжения, который стартовал, абонемент притяжения, который стартовал в 2019 году, и частью которого я, к счастью, огромной я являюсь. Это идея замечательного Тани Когана, которым мы старались как вместе, может быть, с Федей, с Носикем, с Арсением, с Российским, там огромная команда людей. И даже здесь, да, был комментарий, что здесь, возможно, будет какой-то чат притяжения. Ни в коем случае, нет, я не рекламирую, я просто хочу рассказать про этот, абонемент, да, который мы, грубо говоря, создали. Это такая мысль, когда люди начинают работать абсолютно, что называется, безвозмездно. То есть, объединение всех видов искусств, это живопись, это фильмография, кино, это дизайн, это фото, и очень много всего. Если я что-то забыл, что? Перформанс, я думала, потому что то, что у вас было написано, я так понимаю, это по части перформанса больше. Да, это было абсолютно верно, это был перформанс. Да, и вот это, наверное, такая очень приятная, крупная, крупношрифтовая проба пера, назовем это так, которая до сих пор действует, и я надеюсь, что это будет расти, разрастать, в хорошем смысле слова, и публика будет ходить, и все будут получать удовольствие. И придет биткоинский марафон, я думаю, что 2020, год 2020-2021, это все будет посвящено, вообще, творчеству биткоин, ну, я думаю, что весь мир будет это праздновать, и все будут это играть, мы в том числе, так как все-таки надо пощтить. Вот, что касается вот такой вот пробы, что ли, не то чтобы себя в менеджменте, но какое-то отношение к этому, допустим, и не я. Мне кажется, что ты сейчас скажешь, нет, Миша, ты не имеешь отношения к менеджменту. Ну, почему? Я вообще себя так никогда не веду, ты что? Это, в принципе, не в моем вообще стиле, не в моем ключе. Я хотела другое сказать, что по поводу фестиваля, ну, интересно, что у вас так получается, ну, не знаю, что ли, с авторством, да, как это правильно, потому что у вас очень много, как бы у всех разные идеи, как бы такое, видимо, вероятно, у вас работает брейнсторминг, как бы потом набрасываются эти идеи, потом как-то все кристаллизуется, но поскольку у меня с командой совершенно другие, как бы, историю, я себе это, ну, недостаточно четко представляю, но хотел сказать о другом, что для консерватории вообще, ну, не хочу сказать практически любая, наоборот, не практически любая, именно камерная инициатива, то есть инициатива связана с камерной музыкой, очень крайне важна, и это здорово, что вообще, как бы, ну, вам удалось это запустить, и удалось запустить, причем такой действительно, ну, как сказать, неакадемичный, да, какой-то сплав, потому что, понятно, заложники академичной площадки, ну, понятно, что ее локация, и сама историческая место в консерватории, ну, не вызывает никаких вопросов, это, это очень-очень-очень круто и уважаемо, но, как правило, крылья обрезаются еще до того, как ты постучал в дверь концертного отдела, о боже, я опять-то сказала вслух, ничего не могу с собой поделать, ну, да, большинство самых интересных и креативных идей, они остаются прям вот на коврике возле, там, где, конечно, концертного отдела, вот, то есть вы еще даже не успеваете это, когда нести руку, уже как бы нет, почему нет, ну, так исторически сложилось, я не буду копаться в этом, да, потому что не хочу никого обижать, поэтому, как бы, респект и уважуха, как бы, тем, кому это удается, потому что, насколько я знаю, публика проявила огромный интерес и пришли люди, вот, кстати говоря, кто пришел, то есть понятно, что было много участников, и это большая поддержка, да, ну, при запуске, потому что могут прийти друзья, там, не знаю, семья, все-все-все-все-все, но приходит и, как бы, просто публика, да, которая покупает билеты, видит афиши, вот, Миш, любопытно, вот по твоим, ну, может быть, ты на это не обратил внимания, ну, так, попытайся вспомнить оценочно, какие это были люди? Это были, ну, пожилые, как обычно, в консерватории, плюс-минус, или все-таки, вот, это была молодежь? Я думаю, что это было 50-50 примерно, потому что приходили родители, участников, в том числе, это львиная доля людей, которые сидели в зале, ну, и я имею в виду друзья, родственники, заинтересованные в этом люди. Что касается людей со стороны, то в основном, это были люди искусства, то есть, представляющие, вот эти вот разные виды и структуры, что ли, связанные с нашим делом. Это было ГИТИС, это были ГИКовцы, да, собственно говоря, и актеры тоже у нас были подключены, особенно к перформансу, который проходил в темноте в новом зале. Ну, с этим тоже было, конечно же, куча миллионов, миллионов тысяч проблем, о которых ты в том числе уже сказал. Вот, я думаю, что в основном это были действительно люди искусства, представляющие. Вот так вот. Нет, потому что, знаешь, эта вот тема именно сплавов искусств, она, ну, во-первых, она очень модная, во-вторых, мало кому удается не то, что хорошо это соединять, грамотно, на одинаково хорошем уровне. Знаешь, вот как говорят, ну, такая просто закон менеджмента, закон жанра синтетического, что если, вот, например, вы как хорошие музыканты, ну, это прекрасно, да, но если, не дай бог, вот не такого же хорошего уровня, хотя бы вот, ну, немножко хуже, там, какой-то другой элемент, типа, там, тех же самых актеров, или там, если есть декорации, или там, если есть какие-то инсталляции, или, знаешь, как часто бывает, приходят классные музыканты на площадку, а рояль расстроен, классический пример несоответствия, как бы, ну, реальности и ожиданий, да, когда... Это еще в лучшем случае в рояле расстроен, да, а иногда его просто нет, так что... А я думала, ты скажешь по-другому, а иногда просто садишься за него, а он препарированный. Ну, это очень не в стенах консерватории. Для этого нужно специальное разрешение, да. В общежитии, правильно, нужно специальное разрешение, нужно спуститься в подземелье и общежитие, хотя сейчас уже, я даже не знаю, в подземелье находятся эти репетитории. Некоторые репетитории еще остались, то есть то крыло, которое не снесли, там остались репетитории. Ну, когда ты просто играешь гамму до мажора, получается пентатоника, причем по-черному. Да, мы знаем замечательное видео, кстати, на этот съем. Ну, это одно видео. Величайшие люди это выкладывали, которые, ну, не боялись, что просто их выселят из общежития, за такую, как бы, знаешь, голая правда. Вот у нас очень не любят ни в консерватории, ни в Москве, но хотя, на самом деле, это просто смеха ради, потому что все же все понимают. Ну, пианисты, которые круглые сутки убивают рояля, ну, все же ясно, это же даже не люди, это просто киборги, которые сидят, понимаешь, и 24 на 7 играют там своего Штокхаузена, понимаешь ли. Нет, чтобы мотор потихоньку там что-то еле-еле, нет, Дебюси, вот, ну, неужели нельзя, просто когда руководство начинает ругаться в ходу того, вы что там вообще играли, они как будто бы не представляют, да, вот, с какой физической силой вообще, ну, как бы, да, инструмент не выдерживает такой нагрузки, сколько надо его подстраивать, и так далее, и так далее, Но это уже, это уже ладно, оставим в прошлом. Миш, ну, конечно, все, когда люди засели вот по домам, больше всего поднялся один жанр, который всем известен, это фуд-форн. Фуд-форн, и, конечно, я как человек, очень интересующийся вообще, как бы, жизнью музыкантов и своих любимых участников, но я просто обязана тебя спросить, насколько ты апгрейдился в кулинарии, сколько, скажи, сколько блинчиков ты испек? Сколько из них выложила Лида в Инстаграм? Короче, ни одного блинчика я не испек, ни одного. Ни одного блинчика не испекла Лида, но мы, мы пекли, вернее, Лида пекла, а что касается нашего апгрейдинга, то я думаю, что в основном, когда я включил канал Городной Рамзи, который я очень люблю, я решил, да, я просто смертный, решил прикоснуться к этому искусству великому Городной Рамзи, но, в общем, некоторые, некоторые произведения его я делал, вот, не думаю, что, я не знаю, понравилось бы ему это, но мне очень понравилось, вот, например, там, какой-нибудь филе грудки с карамелизированным перцем и луком и так далее, ну, вот, для меня это были какие-то, да, проба пера в кулинарии, вот, что еще, мы готовили фалафель, мы готовили, могу вспомнить, что-то, а, мы научились сделать яйцо пашот, вот, это очень важно, это очень важно вехать, это правда, да, и что не обязательно, совсем не обязательно использовать для этого пакетики, использовать для этого уксусы, использовать еще различные средства, чтобы добиться такого результата, просто взял вороночку, вороночку сделал, в кипяточечке, сделал вороночку и тогда, да, дождался кипения, значит, довел до кипения, сделал вороночку, потом туда, значит, яичко, оно там, бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру, и спустя 2,5 минуты аккуратненько его достояжек и, получается, гениально лицо пашу. С вами был Борис Бурда и Андрей Макаревич. Было очень приятно, программа СМАК подошла к концу. Как я понимаю, я Бурда. Я просто вот быстро в голове соединила, что ты как-то из нас двоих больше, да, похож на Бурду, чем я. Я почему-то решила, что я больше похожа на Макаревича, но, видимо, тоже нет. Тоже нет. Миш, ну, я поняла, насколько все-таки все немножко потихоньку развиваются, развивают свои скрытые таланты guilty pleasure на карантинное время, но все-таки не все темы душесчипательные мы еще затронули. Вот публика жаждет узнать, какие флешмобы, какие флешмобы у вас в планах на ближайшую неделю. А об этом мы узнаем в следующем эфире, если Миша захочет ответить вообще на этот вопрос, потому что осталось 23, 22. Миша, что мы делаем? Мы продолжаем, мы продолжаем, а я пока подумаю над ответом. Флешмоб. Что такое флешмоб? Сейчас. Флешмоб. Пока-пока. Мы сейчас увидимся. Не переключайтесь. страдать бессонницей. Физически, километровых лекции, километровых лекций в консерваторию. страдают активно за тобой за тобой 24 на 7. приятные приятные новости. это чтобы я не забыла, это чтобы я не забыла вообще, как меня зовут, подсказки написаны на окнах для участников, которые сейчас диалоговом окна. видишь, Миша, у меня окна расписаны. О, понятно. И там везде написано, как тебя зовут? Нет, это надо. Ты знаешь, может быть, месяц пройдет и будет именно так, как ты говоришь, но пока там написали информацию. Надеюсь, что нет. Информация совсем иная. Ну, примерно там всякие напоминания написаны, какие-то куски лекции, мои суперидеи захвата мира камерного пространства. Ну, знаешь, такое, в общем, море разливанное. Ну, я казалась, что это очень такое хорошее дизайнерское решение, потому что, если бы не это окно, то где бы я вела этот онлайн? На кухне, как все. Ну, на кухне скучно. Да, на кухне скучно, я согласен. Миша, что ты там нагуглил? Давай, расскажи. Я ничего не гуглил, я отправлял тебе дважды просто заявку в прямой эфир. С первого раза у меня почему-то не получилось зайти. Что касается флешмоба, мне ничего не пришло в голову, что будет в ближайшее время. Единственное, что может быть, действительно, это будет сдача партий. Вот. В качестве флешмоба такого не самого веселого, но и не самого грустного. Так придумайте хэштег и выкладывайте публикации под оригинальным хэштегом, что типа там партии онлайн. What the fuck? Там что-то что-нибудь такое, да? Ну, надо же как-то, я не знаю, каламбурить этот момент, да, и как-то пользоваться этой ситуацией, ну, в позитивных целях. Миш, ну подожди, ну партии, ладно, а что ты уже про эти партии постоянно? Что боишься? Не, один раз, я один раз до этого в предыдущем эфире об этом сказал. Нет, я не боюсь, наоборот, для меня это какой-то вот момент подстегивающий, чтобы изучать. Да, Лида написала госэкзамен, мне кажется, что это тоже будет отличный флешмоб, точно так же можно будет писать в это фа, вот, и госвухолодильник, вот, абсолютно точно, абсолютно точно, примерно так они и будут проходить, в концертных костюмах, платьях госвухолодильник. Ну подождите, ну можно накинуть, кстати, вот смотри, есть вот несколько флешмобов таких вот, как бы, ну крутых, массовых, реально, вот весь мир в этом задействован, изоизоляция, да, то есть когда люди изображают картины, ну вот, двое на карантине, один держит камеру, ставит кадры, второй уже весь загримирован, ну что, вы теряете время, вот я одна на карантине, как бы, ну я бы не сложнее, понимаешь, я даже сейчас, знаешь, когда телефон стоит, ты бы, если бы видел, на двух колонках, на самом честном слове держится, ты понимаешь? У меня он стоит на пульте, на пульте, на пипитре. Как хорошо быть струнчиком. Конечно, особенно, когда пульта два, на другом до сих пор стоят, а нет, уже не стоят, но стоят. А я думала, ты сейчас меня порадуешь, скажешь, а на втором стоит другой телефон, который сейчас снимает бэкстейдж, детка. Было бы неплохо. Это было бы здорово, но я этого не придумал. Так что, изоляция, смотри, вычеркиваю, не выполнили, плохо. Значит, что у нас есть? Нужно, наконец-то, вылезти из пижамы, но скажи честно, мы сейчас тебя видим, только вот твою верхнюю часть, внизу пижамные штаны, или как бы что? Ты не поверишь, там джинсы. Не поверю. Там джинсы. Ладно, верю. Там джинсы, и внизу даже красные бордовые носки. Вот и представляете себе. Носки и джинсы, да, это уже мы какой-то другой формат начинаем с того переходить, описываем, в чем мы сидим. Ладно, следующий флешмоб. Ну вот, например, люди запустили, ну, все же как бы скучают в известной степени. Вот другая творческая профессия, и я стала недавно под опытным таким кроликом, опытным таким материалом для человека, который фотограф. То есть фотографы сквозь камеру гаджета начинают снимать профессионную фотосессию, причем ощущения просто обалденные, потому что ты себя чувствуешь реально с автором, потому что тебе из твоего телефона таким приказным, таким тоном, так, здесь так, здесь лево, такой лево. Нет, не лево, другое, право. Все путаются, потому что в зеркальном отображении ты находишь сам этот кадр, бегаешь, носишься с этим телефоном, не можешь поднять его на какую-то нужную, там, не знаю, на нужный уровень, на нужную планку. Вообще, ты становишься реально соавтором этого фотографа, и получается потрясающий результат. Я вам вообще просто, ну, экстремально советую пройти этот опыт, если вам захочется чего-то такого креативненько, это прямо топ. Спасибо, спасибо. То есть этого тоже не было в вашей жизни? Вычеркиваем, вычеркиваем очередной пункт. Я боюсь, что вообще ни одного флешмоба не было на самоизоляцию. Я думаю, ни в чем не поучаствую. Вот так вот тухло проводим время. Но я бы не сказал, что все же мы проводим время тухло. Нет, мы проводим здорово. Ну, давай честно, давай сейчас откровенно. Нарушаете? Что, самоизоляцию? Ни в коем случае. Я так и знала, это был просто компрометирующий вопрос, абсолютно, но раз не нарушаете, значит, соответственно, кто-то из вас уже сто процентов гулял в костюме куста, то, что вот расходится сейчас по сети. Просто я хочу выяснить, кто это был из вас. То есть как бы РДМСО как бы против баттлица, короче, с башметом, с солистами, кто во что гораст. То есть, во-первых, давайте выясним самое главное. Когда больше, чем один человек находится на самоизоляции, в каком-то замкнутом пространстве, у меня такой очень живой ум, и поэтому хочется спросить, кто выносит мусор, то есть как бы кто самый ненужный член экипажа? У нас нет ненужных, у нас все нужные бойцы. Как вы вычисляете, кто идет в магазин? То есть как бы вы играете, вы бросаете камень-ножницы-бумага, играете на карты, на раздевание, например, или что-нибудь такое. Как вы определяете? Обычно это происходит вот так, я пойду. Вот. Я говорю, и периодически я слышу ответ, пошли вместе. Вот. Вот так вот это происходит. Но мы стараемся ни в коем случае не превышать дистанцию в 100 метров. Вот. Стараемся. Между чем? Между чем? Когда вы вдвоем идете 100 метров между вами? Нет, 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 нет. 100 метров от нашего дома. Да, но, конечно, выкидывать мусор, я искусно научился завязывать мусорный пакет. Мне так доставляет какую-то радость. Вообще-то, знаешь, появилась какая-то радость в мелочах. Вот это вот. Мне тоже очень нравится. А вот, кстати, в чем она? Потому что этот вопрос для меня тоже, знаешь, он был в чем-то утрачен. Ну, когда, я уже даже не помню, когда было это время, знаешь, когда еще, наверное, на мне было проекта. То есть всегда был какой-то сумбур, очень много дел, но все-таки было как-то поспокойнее. Я люблю, знаешь, завоить кофе с утра. Ну, там, даже если очень рано, иметь хотя бы вот эти вот 15, там, ну, 20 минут. То есть какое-то, ну, достаточно серьезное время. Ты мне вот так вот закинул и пошел. А так хотел посидеть, потупить, понудить уже, да, ну, как-то так. Вот такой вот у меня есть лайфхак. Сейчас я поняла, что вот у меня утро это вообще чуть ли не любимая часть дня. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А вот что еще? Что еще приросло вот из обычной нормальной жизни, что было утрачено? Ну, вот то, что ты сказала по поводу утра, это, конечно, завтрак. Самое приготовление завтрака. И я уже забыл, что это такое, потому что это было какое-то закидывание каких-то продуктов и сразу убегаешь либо на работу, либо на репетицию, а чаще всего репетиция на работе. Да, это вот завтрак, когда ты можешь позволить себе никуда не торопиться, проводить время, смотреть какие-то новости, включать любимый сериал или что-то такое. Что еще? Что еще? Что может быть? Это момент, когда, опять же, благодаря времени, если у тебя есть время, ты можешь себе позволить момент, когда ты настраиваешь себя, музыкант, мне кажется, пойму, на то, что ты сейчас будешь заниматься. Да. Ну, это правда, но это же такой кайф, когда ты можешь себя настроить. То есть, это не просто так, елки-палки, у меня есть 20 минут, значит, я пойду, господи, а что мне поиграть? Я так давно не играл гамму, может быть, гамма, а у меня что, завтра на концерте гамму играть? Нет, и так далее. И ты, значит, бежишь и занимаешься вот эти вот 20 минут, ничего не успел или что-то успел, ура, победа, и так. А сейчас ты выходишь, допустим, с завтрака, так, в столах, а сейчас я поиграю гамму. Вот. Это, это действительно для меня, это, это очень большое удовольствие, правда. И такой уже, как бы, идешь, и такой, думаете, я иду? Нет. Я плыву, я лечу. Да, да, да. Ну, нет, еще, еще три минуты, и я вот уже, почти, почти твой, ты говоришь, скрипки, такой подходишь, открываешь сначала, да, она там лежит, потом подходишь чуть ближе. Я себе это представляю. Полежи пока, полежи пока, отдохни сейчас. Сейчас начнется, волшебство. Да. Ну, для меня это действительно очень важно. Да. Миш, ну, а вот, такой, просто насущный вопрос, мы же все, вот то, что я говорила только, что не хотим выкатиться с карантина, и поэтому приходится, блин, черт возьми, приседать, там, как бы, не знаю, что делать. Как вы решаете этот вопрос? То есть у вас тоже зарядочка там, все такое? Да, зарядочка, изредка. Насколько? Не, раньше, я что-то прям, да, честность у меня какая-то, прям честность. Я стараюсь быть честным, в принципе, и вот сейчас так честно отвечаю на вопрос. Абсолютно. Мы, некоторое время, прямо у нас была установка. Мы, вот, была. Была. Была установка. Вы. А где, где Лида вообще? Где Лида? Может быть, она хочет присоединиться, где она была окна? Я не знаю, хочет. Хочешь? И такой ответ, где? Ну, здесь, мы увидим здесь ответ. Мне кажется, что постепенно она может засыпать. Что касается нашей зарядки, да, у нас была установка. Мы каждый день делали зарядку. Делали зарядку, внимание, это, мы будем уточнять, вот, понятие, это не подмен на понятие. Зарядка и разминка, или тренировка. Что мы подразумеваем под этим термином? Зарядка, мы делали разминку. А, как говорится, лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Поэтому мы чувствовали себя очень свободно, чувствовали себя достойнейшими, значит, представителями общества. Все, мы сделали разминку, и дальше мы можем делать все, что хотим. Иногда бывало так, что мы заставляли себя делать разминку и тренировку после разминки. Ну, тут мы просто становились некими гладиаторами, вот, и все. Ну, сейчас это все как-то прошло. Ну, я знаю, почему это прошло, потому что после той разминки, значит, которая была уже с тренировкой, ну, как бы, крепатура-то имеет место быть. То есть, на следующий день это просто, знаешь, такое, такое крушение самолетов в кровати. То есть, ты просто лежишь, и ты понимаешь, о, господи, о, боже мой. Зачем? Зачем? Этот ЗОЖ. Что я хотел, что я хотел вчера доказать. Вот, о чем ты думаешь. Ох, этот проклятый пакет чипсов, зачем я его съел накануне? Я же все равно его не скинула, теперь у меня все еще и болит. Да, 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 примерно так, примерно так. Причинно-следственная связь в условиях самоизоляции, это просто ужас. Это так трепет нервы нас. Я избавилась от всего шоколада, Миша, ты понимаешь, я очень люблю сладкое, я не покупаю... Шоколада? ...сегда по рукам, чтобы не купить лишний кусок шоколада, потому что я хочу быть узнаваемой. Понимаешь, первое, что я тебя спросила сегодня... Прекрасно выглядишь, ты всегда прекрасно выглядишь, и сейчас ты прекрасно выглядишь. А вот это что? А вот это что? Что это такое? У людей есть щеки, они у них есть. Зачем же им пропадать? Прекрасно. Ты замечательно выглядишь. Это то, что я напишу у себя на окне и подпишу цитата, значит, Миша Фейманс. И завтра пойдешь покупать плитки шоколада. Нет, если я их куплю, я голубиной почтой вам переправлю. Окей, мы готовы принять. И вернуть потом обратно тоже. Не, а мы можем, кстати, тоже на самом деле с вами зарубиться в какой-нибудь челлендж, просто я вот уже рассказывала, тут надо мной решили поиздеваться. У меня ролик в сети, ну, недавно выложила, значит, у меня был такой итальянский онлайн с моим приятелем. Я думаю, с утра так встаю, думаю, что-то вот как-то хочется что-то итальянское для души сделать. Думаю, сделаю я пасту. В конце концов, он же меня и учил в свое время. Why not? И я, в общем, заморочилась. Здесь сила этот весь процесс. Ну, и фидбэк, значит, себя не заставил долго ждать, потому что очнулись кулинары, которые сказали, Алиса, фо-хо-хо, на этой местности уже есть, значит, типа, тут как бы цари. И пригласили меня в Чилизеш на выпечку. А выпечки, Миша, я просто вот, ноль полный. И я говорю, ну, тогда давайте так, значит, первая шарлотка ваша, потом мне рецептик, я повторю. Короче, правильный, отличный ход. Может быть, на самом деле нам нужно тоже, как бы для того, чтобы для поддержания общего градуса по больнице, так сказать, тоже что-то такое придумать. Ну, типа там, сегодня мы готовим с вами вместе. Вот никто не умеет, правда? Ты не умеешь? И Лида, наверное, не умеет, или умеет? Что? Готовить? Не, Лида умеет печь. Черт. Миша, тогда, тогда... Я не умею, я не умею. Вот. Идеальный конкурент, понимаешь? Идеальный батл, значит, два человека, которые... Точно нет духовки. А-а-а-а. У тебя есть духовка? Лишняя? Ну, лишняя нет. Я, молодец, тут кухня, короче. Привет, Леня. Да, Леня молодец, короче. Кулинар. Да, Леня Кулинар. Мне кажется, что рецептуру мы будем, рецептуру мы будем получать от Леонид Железного в следующий раз. Короче, да, Recipes by Железный. Я уже вижу название этой книги. Кстати, говорю, нет, с Леня мы тоже, между прочим, с Леня мы запустили эти онлайны, я помню, что это был первый наш диалоговый такой вечерок, и, кстати, про его кулинарные изыски я ничего в тот момент не спросила. Я могу приготовить яичницу, например. Например, в общем-то, я бы сказала, приезжай, но это плохая шутка сейчас. Да, но видишь, как мы хорошо кулинарием и обсудим. Миша, я не хочу тебя мучить, не хочу тебя как-то заставлять в мире. А ты меня не мучаешь, не мучаешь. Я так понимаю, что там уже кто-то, так сказать, вот, у вас вообще как бы какой режим? Вы как совы живете, как богема, или так вот, что типа, ой, ну уже что-то потемнело? Нет, такого, конечно же, не происходит, мы скорее как совы, но это такие самоизоляционные совы. То есть, если нужно, в обычной жизни, то надо ложимся пораньше, просыпаемся раньше. Но сейчас как-то не хотим, скорее мне кажется, что мы не хотим просто себя заставить. И в чем-то это здорово, потому что это доставляет как это удовольствие. Ну а зачем столько, столько обязанностей, столько обязанностей, да, в реальной жизни, вот, как филина? Это кто нам там подсказывает? Тарас Гусаров, секс-хронизм, не знаю. Да, ну, в общем, как-то так. Но мне очень интересно, а как, прости, пожалуйста, я, конечно же, не вправе задавать здесь вопрос, но я попробую все же. А как ты себе представляешь выход из самоизоляции и выход из карантина, в особенности, как будет выглядеть наш музыкальный мир и в чем он поменяется? Вот это вот мне очень интересный вопрос. Ну, ты знаешь... Ведь он же поменяется. Да, он поменяется. Я думаю, что поменяется. Хотя, конечно, не очень хочется как бы всех сразу напрягать, потому что уже сейчас половина аудитории, я же говорю, стоит на перилах и прыгает. Ну, как, понимаешь, Миша, мне кажется, что это сейчас прозвучит, может быть, странно. Давай по порядку. В принципе, и до этого уже был сюр в какой-то смысле, в каком-то смысле слова, да? Конечно. Мы ничего не успевали, мы не успевали обращать свое внимание на какие-то важные детали. Я не говорю мелочи, я говорю детали. У нас не хватало времени даже на самих себя. И даже вот в музыкантском смысле слова. То есть, хотелось больше, но из-за того, что надо, 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 список надо, пока ты не сделаешь, потом уже вот то, что ты на самом деле хочешь. И ты уже уставший. Но это длинная преамбула, это уже как бы я начала постепенно отвечать. И я в тот момент заметила, что вообще музыканты, ну, в большинстве случаев, не по своей вине, оказываются очень в чем-то ограниченными людьми. то есть, ограниченными вот своей именно деятельности. Работы не становятся меньше, работы становятся больше. Ты как именно свободный художник, вот просто ты должен понять как бы меня, да, о чем я говорю, как свободный артист, ты совершенно не реализуешься. То есть, даже те опции, которые были заявлены, знаешь, еще Антоном и Николаем, Рубинштейнами, ну, типа там, просвещение, да, там, игра концертов тех программ, которые, например, не обязательно концерт Чайковского, да, концерт Брамса и концерт Сибелиуса. ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, конечно. Не то, что требует от тебя рынок, да, в лице, как правило, ну, не всегда талантливых, так сказать, продюсеров и менеджеров, но не будем касаться этой темы. То есть, все загонялось в такие как бы рамки, когда вот ты должен и все очень квадратно, все очень вот от сих и до сих. Где в этом творчество? Где в этом креатив? Где в этом твоя прямая, как бы, да, вот дорожка, то, чему тебя учили, на что ты заточен на самом-то деле, ведь ты же артист. Короче, вот это было... Ты говоришь, на самом-то деле, на самом-то деле заточен, да. Да. Ну ладно, ну, отсылочка такая, да. Ну. В итоге, меня вот, ну, я же говорю, это пришло до еще самоизоляции, это понимание, что что-то вот в этом есть, какой-то дисбаланс в этом есть. И сейчас, мне кажется, вот смотри, нас захлопнули, не все оказались в выгодных условиях, многие оказались с очень скудным количеством средств, потому что, потому что заработок был, ну вот, например, да, тоже нужно понимать, что нельзя рассчитывать на один какой-то источник финансирования. Это работает среди проектов, это работает в мире людей, да. Ну, то есть, так ведут себя грамотные люди, не обязательно музыканты. Пострадали на самом деле больше всего те, кто не имеют отношения к каким-нибудь госбюджетным учреждениям, да, то есть, просто не прикреплены к организации, да, не являются архитрантами. Да, да, но я даже вот без этого уточнения, это так просто для прессы я сказала, но мне кажется, что сейчас есть понимание, у многих появилось, просто что нужно иметь какое-то свое дело, которое возможно, но в любой ситуации как бы оно будет так сказать мобильным, да, поэтому я так много говорю об этом онлайне, так много говорю об опциях ну какой-то самореализации себя не только как музыканта, но и как человека, который вот в такой ситуации вот что мы можем сделать? В концертах нет, ни в лофте, нигде, да, то есть как бы все, музыка как бы она уже в цифре. У меня есть контент, которым я могу делиться, но все равно рано или поздно все эти источники заканчиваются. То есть, а с аудиторией надо продолжать работать, нужно воодушевлять этих людей, ну нельзя их бросать, потому что иначе тогда грошится на любому из нас. Верно? Да. И мне кажется, что вот об этом сейчас задумалось большинство. С одной стороны, это очень как бы благой жест, ну, в сторону тех людей, ради которых, собственно, мы творим, да, мы же творим только ради себя. Это первое. Второе, это как бы возможность самореализации в любых вообще условиях, то есть неплохо уметь не только как бы ручками, а еще что-то может быть, ну, то есть это как такая, может быть, утопия, это несбыточная какая-то мечта, но мне кажется, продолжая вообще этот вопрос, что мы выйдем, мы выйдем уже из карантина более, ну, такими, со злой, такой, со спортивной злостью. С спортивной злостью, что нужно в этой жизни как можно больше навыков попытаться реализовать и применить. То есть не рассчитывать, что, вот, например, даже если у тебя там более или менее складывается только концертная деятельность, что этого будет достаточно. Ну, как бы я для себя тоже очень многое поняла. Я поняла, что то, что было наработано, это все замечательно, но стремиться, ой, как есть к чему. И вот для меня, вот буквально первые там, да, две недели многие вещи, вот какие-то глубины, на которые все время не хватало времени, доходили руки, как ты говоришь, я для себя их вскрыла. Просто вот открыла и наметила этот план и стала его реализовывать. И многие жаловались на какую-то прокрастинацию, я говорю, ребята, вот напишите себе план, да, и тогда не будет никакой прокрастинации. То есть да, хочется иногда ничего не делать, в конце концов, ну а что, не горит же, да, вроде как. Но это такой вот обманный, обманный момент. И сам себе такой, ну да, да, вот как бы сам себя прощаешь и вдруг раз превращаешься в такой, раз, и ты уже слился с диваном, раз, и ты уже кусок обоев, на самом деле. Да, что по поводу плана, собственно говоря, я так старался начинать самоизоляцию, то есть писать себе план и выполнять его. В какой-то момент, когда я перестал это делать, имеется в виду, не писать план, а я не следовал ему, меня это очень сильно напрягло, и я просто увеличил шрифт на бумаге. Это мне помогло, когда я смотрел на эти суровые буквы. Да, я понимал, что все же делать, что-то нужно. Да, нужно писать план. Мне кажется, что это и при выходе из карантина нужно соблюдать тоже такую идею. Ну да, но во-первых, нам таким творческим личностям. У меня два соображения на этот счет. Дело в том, что смотри, ты знаешь, это такой чисто лайфхак из тайм-менеджмента, что ты пишешь себе план, ну допустим, 10 пунктов, ты такой написал, все, и к концу дня ты понимаешь, что ты выполнил только один. Ну все начинают себе вырывать волосы, короче, топать ногами, кричать какой-то неудачник, что типа половина развалилась не по твоей вине, какого черта. А на самом деле, если ты выполнил хотя бы один пункт из этого плана, который ты реально написал, ты эффективен. И в этом-то и весь прикол. То есть как бы мозг таким образом устроен, что как бы, ну хорошо, сегодня одно, завтра будет два, послезавтра будет девять, а там после-послезавтра ты выполнишь все свои списки. Ну вот, но продолжаю отвечать на твой вопрос, потому что я до конца как бы не ответила. Я думаю, что дальше, вот когда все выйдут уже видоизмененными музыкантами, у которых будет, наверное, больше каких-то амбиций, знаешь, по разным параметрам, то, что я сказала. То, что касается концертной деятельности, да, безусловно, соглашусь с тобой, мне кажется, что онлайн-опция вот играть на пустой зал, она, ну очень вероятно останется. То есть кого-то это устроит уже как бы, ну, исходя из реалий, да, потому что многие музыканты, кто успел так поиграть, говорят, что ощущения не самых приятных. Я, кстати, говорю, Акмиш, когда вы играли, да, вот как это было? То есть, ну, камеры, операторы, пустой зал. Ну, во-первых, мне было очень страшно. Да. Это было эмоционально очень страшно, да. Но когда ты выходишь в большой зал, то есть ты привык репетировать, допустим, в пустом зале, да, и то, ну, в последнее время все-таки кто-то, да, кто-то находится в зале, кто-то служит, кто-то подсказывает баланс и так далее. То есть есть люди. А тут нет никого. Есть одинокие камеры, есть одинокие не показывающие себя операторы, и то есть просто люди, которые обеспечивают это выступление. А до Сидиши, еще у нас такая программа была довольно-таки непростая, не для, ну, для восприятия, я не знаю, но для меня непростая ни в плане восприятия, ни в плане музицирования. Это смерть и девушка Шуберта. И когда ты играешь это в пустом зале, на тебе это действует гораздо сильнее. Гораздо сильнее, потому что ты не чувствуешь отклик. То есть все равно мы же чувствуем, мы чувствуем, как публика дышит. Либо нам кажется, что мы чувствуем, либо мы действительно чувствуем. Мы чувствуем, конечно, но как бы энергия, понимаешь? Да, энергия, которая тебе, то есть та волна, которую ты даешь, она тебе оттуда обратно. А тут этого нет. Это уходит и один портрет Шуберта, который как бы возможно тебе чем-то отвечает физически. Вот. А для меня это действительно было страшно. Что касается концертов в концертном зале Чайковского, то там была немного другая обстановка. Во-первых, была программа с точки зрения этой же восприятия немного легче. То есть там была музыка Чайковского, серената Чайковского, произведения Бодрова, фортепиано-концерт Баха. Здесь самому было легче. То есть была более насыщенная программа, может быть, разноплановая. И как-то мы уже привыкли действовать в таких условиях. Ну, а вот что, собственно говоря, тебе говорили исполнители? Ну, все говорили, что, в принципе, мерпецкая такая атмосфера. Я даже не буду пытаться подобрать другое слово. Ну, что как бы, да, ты просто играешь и непонятно куда, непонятно зачем. И, кстати, у публики такое же ощущение, при том, что, знаешь, вот удивительно, ну, мы же все смотрели так или иначе какие-то записи, трансляции, там, там, трансляцию онлайн, на Ютьюбе тысячи всего. И когда мы жили в реальности, да, ну, вот в обычном самом деле, у нас не было ощущения, что вот есть этот экран, и за этим экраном как бы ничего нет. Ну, не так это воспринималось. Сейчас, когда изо дня в день ты питаешься только вот этим вот экраном. То есть, знаешь, вот удивительно, что сейчас сама себя перебью, но вот мы с тобой общаемся, у меня нет такого ощущения. Хотя вот, по сути, я сижу, разговариваю со своим телефоном, да, как бы, но вот в режиме, нет, в режиме диалога такого нет. Когда ты слушаешь концерт, почему-то возникает. И, кстати, знаешь, смешно, что в обычном зале, в котором, ну, как бы нет, как правило, там, никаких видеоинсталляций и так далее, это, ну, вот такой фидбэк. А представляешь, что это будет в локте, например, да, полностью черный зал. Но я думаю, что, может быть, кстати, это будет сведено к минимуму, потому что даже прикол, потому что за зеркалье, прикинь, два пустых зала. да. Ну, я уже... Вообще, мне кажется, что это очень круто. Я вижу картинку, и это очень здорово. Не знаю. Но мы же выключаем свет, понимаешь, то есть мы, в принципе, и так не особо-то и видим людей. В этом-то и есть прикол, что как бы ты выходишь, вот ты чувствуешь, ты слышишь как бы, этих людей просто-напросто, ну, какое-то ёрзание, все равно присутствует так и иначе, хотя в локте очень тихо всегда, но не знаю, может быть, это как-то решит. Но, опять же, продолжая постепенно отвечать на твой такой очень серьезный вопрос, ну, да, онлайн-концерт, если позволят, потому что могут и не позволить, то есть, все же упирается как бы вот в верхнюю... Конечно, финансовую часть, да. Да, но потом, потом, Миш, это постепенно вернется, но, Миш, я делаю большую ставку, что все равно камерная музыка, камерные оркестры, камерные коллективы, они в более выгодном положении, чем более массовые, как бы, ребята, ну, это очевидно. То есть, мы пойдем на работу, короче говоря, раньше, то есть, это так, это без обид, но как бы действительно так. И, возможно, возможно, для людей психологически, знаешь, тоже оказаться в зале, где они не будут сидеть, ну, просто ты же на себя примерь, да, ты садишься в портер, ты занимаешь кресло, потом у тебя два свободных, там, и сколько там, свободных креселек, ты сидишь там в маске, ну, то есть, просто вот сопоставь эту картину, это же какой-то, ну, вред вообще, зомби-апокалипсис. это все, действительно, да, это нужно себе представить. А в камерной, на камерной площадке, на камерной сцене, где бы ты ни находился, в принципе, ну, практически везде какие-то свободные места, я имею в виду, что их можно как-то расцепить, переставить на дистанцию уже изначально, где, окей, ты не будешь здесь где-то рядом, да, с кем-то, но это не будет так читаться. А ведь, понимаешь, ужас и ситуация, как бы, в больших площадках в том, что они же не могут даже ничего сделать с этими рядами, вот они вмонтированы, там, не знаю, в заряде, там, в Светландский зал домомузский, казачи, вот, они стоят, ну, практически уже намертво, и все. Ну, то есть, испокон веку, да. Да, групповый, кто не отменял, камерный, да, дай бог, это кто там у нас пишет? Ага, спасибо, да, но мы очень, на самом деле, надеемся, мы ничего не знаем, как это сделать, но очень надеемся. Да, да, очень хочется, чтобы это поскорее закончилось, и чтобы мы вышли, все, по возможности, все музыканты вышли победителями из этой ситуации, дай бог, чтобы так и было. Миш, ну, как вот эти личности, как креативщики, как люди, которые не унывают, и постоянно находят, чем занять свой воспаленный мозг? У меня чисто музыкальный вопрос, ну, сколько можно уже трепаться, да, на такие темы? Что, споем? Нет, извините, право не в голосе, вот, хотя у меня, хотя с таким напарником можно было бы до этих, конечно. Я подумаю, Миш, но я просто не готова. Короче, этот период, самоизоляция, вот, концентрируйся сейчас, вот, просто представь, что тебе первое приходит в голову, такой сейчас образный вопрос. Представил? Вот, все хорошее, плохое, все, 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 все. Ты сейчас должен поймать, знаешь, дзен. То есть, ты хочешь, чтобы я уже подготовил ответ? Ну, нет, я хочу, чтобы ты подготовил ответ. Я подготовил, я подготовил. Я подготовил. Ты все чакры открыл, успел? Вот, короче. Короче, Миш, вопрос очень, очень тяжелый. Значит, мы с тобой сейчас сыграем в такую вот игру. Ты любишь игры? Да, очень, конечно. Ну, хорошо. Это будет... Я, правда, не очень люблю игры, которые, не знаю, но не важно, ничего страшного. Да ты не бойся, ты не видела раньше времени. Так, ну, какие правила? Ты, какие правила? А тебе так, издалека начну. Ты, как музыкант, знаешь много хороших музыкальных произведений разных жанров в академической музыке. Верно? Ну, предположим. Надеюсь, что да. Какой-то подозрительный кашель сейчас был. Нет, нет, нет. Я просто долго не дышал, мне кажется. Все нормально. Ты жива, я тебя не обижу, все будет хорошо, обещано. Давай так, сконцентрируемся на симфонической музыке для начала. Какое первое произведение тебе приходит в голову, которое вызывает в тебе ассоциацию вот этой вот самоизоляции карантина, в которую мы попали? Вот первое. Опа! Думаешь? Я думаю, ну, мне кажется, что это море Дедуси. Не знаю, почему. Хорошо. Следующий вопрос. Мне очень хочется его услышать после самого независения. Ну, ты в принципе, знаешь, это как бы интуитивные такие ответы, просто интересно, как бы, что тебе приходит в голову. Камерная мысль. Слово, Вот сейчас надо же сразу говорить. Не, ну, окей, ты думаешь, это ничего страшного, люди вообще думают. Я надеюсь, что это за мной останется, да, после самой изолеты. Камерная музыка, камерная музыка. Сейчас классный вопрос. Что такое камерная музыка, да? Просто так раз. Я просто не могу, ты понимаешь, в чем дело? Вот какое-то во мне сработало как желание пространственной музыки, да, в моем предложенном море DBC, а здесь я не могу понять, что мне хочется. Мне хочется всю камерную музыку, просто вот всю. У меня такое облако, у меня в голове собранная библиотека камерных сочинений. Вот мне хочется, чтобы каждый играл просто марафон, вот все сочинения, все. Ничего не могу вылить. Я ничего не могу вылить. Потому что, честно, честно, я знаю долго камерную музыку, но я не могу. Нет, я верю. Просто, знаешь, когда у меня спросили, я сказала там, ну, это скрипичная соната Янатика, просто первое, что пришло в голову. Кто-то сказал, это, ну, банальный, на самом деле, ответ в чем-то, хотя очень правдивый, там, квартет на конец времени Мессиана, да? Но я не говорю, что у людей просто-то сразу выстреливало, то есть они же не думали, они же не знали, какой вопрос я им задам, да? То есть, ну, как-то вот, не знаю. Ну, вся камерная музыка очень, как бы, принимается с моей стороны, такой ответ, что не возьми, все подходит. Да, спасибо. А камерно-вокальная? Камерно-вокальная музыка? Ну, я думаю, что, опять же, из недавнего Ибрана, Ибрана, это вечная песня Шассо. Хорошо. Да. Вот для меня почему-то сразу Майлер срабатывает, не знаю почему. Майлер из камерного? Да, песня Странствующего подмастерья. Вот первая, просто у него, там, все-таки, несколько циклов, и, знаешь, есть там, не знаю, песня об умерших детях, предположим, да, более мрачная, но вот не он, а вот именно песня Странствующего подмастерья почему-то у меня первая с лица. Ну, это как пример. Интересно. Ну, и, конечно же, я знаю, что последний, не буду тебя тоже мучить, пытать, потому что музыка такая, как бы, очень тонкая инстанция. Но вот, а есть и хоровая музыка, потому что на хоровой музыке мы почему-то все сходимся, а? Ну-ка, интересно уже. На хоровой музыке сходимся, да. Нет? 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 У меня почему-то все ночные дни. А, опа, не сошлось. А мы все называли, просто вот как один, называли Анда Москинтаниева, я не знаю, почему, просто. Ого, интересно. Да, да. Ну, здорово, Миша. Играем дальше? Ну, почему мы и не? Вторая игра, она еще более интересная, чем первая. Она уже не столько о музыке, сколько о том опыте, который ты, ну, приобрел, как бы, к этому моменту, к этой отметке. Вот, Миша, тоже, ну, как бы, рассчитывай на твою откровенность со мной. Ты, как человек, который закончил дважды орден Оленина, нашу старушку, прежде, ВИЧа. Да, ты, как бы, сейчас находишься в аспирантуре, и все-таки, ну, будем считать, что уже вот свет в конце тоннеля, он уже настолько, как бы, видит, да? Я не знаю, может быть, ты захочешь, там, идти на третий год, писать диссертацию на каком-то этапе своей жизни. Сейчас не в этом. Я уже ответил, да, но пока в моих планах совсем это не стоит. Подожди, ну, это преамбула такая. Пока, 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 пока. Я не исключаю, я не исключаю. Ну, я тоже не исключаю, я тоже пока нет, ну, ладно, все там будем, как говорится, плохая шутка, плохая. Встретимся кандидатами. Ну. Да, так вот, ну, мы как бы знаем печаль и радость, причем, как бы, смотри, вот я на фортепианном, да, отделении, потом я пошла в камерную аспирантуру, здесь мы с тобой, как бы, коллеги вообще просто прям идеально. Ты, как бы, ну, естественно, оркестровый факультет, скрипач, все немножко по-другому, нежели у пенистов, все же самое время очень похоже. Вот давай так, три вещи, которые ты бы добавил в консерваторию. Касательно предметов, касательно там, чего бы то ни было. Вот три вещи, ты человек, который отучился, который знает всю эту кухню, и три вещи, которые ты бы убрал. Опа. Которые я бы убрал. Так. Мы говорим о... Начнем, начнем с того... Миша, Миша, в чем разговор? Ну, разговор тяжело описать. Миша, о чем мы с тобой говорим? Обо всем? Мы говорим о... Да, в принципе, мы говорим обо всем с музыкальным уклоном. Пожалуйста. Да, нашей музыкальной жизни. Что касается того, чтобы я добавил. Определенно, я бы хотел видеть в Московской консерватории предмет основа актерского мастерства. Супер. Так, раз. Ну, это как-то вот прям определенно. Что бы я хотел видеть так же? Ну, это скорее... Это специфика нашей... Нашей учебы. Мне бы хотелось... Это немного такая профессиональная сейчас штука. Мне бы хотелось, чтобы фортепианные квинтеты проходились в двух классах. Мне бы хотелось, чтобы фортепианные квинтеты проходились в квартетном классе и, соответственно, потом в классе камерного ансамбла. Как обязательно. Как обязательно явление. Третье, что бы я хотел добавить? Я бы хотел, наверное, вернуть. Я верю, что это было. И что это есть. И дай Бог здоровья нашим профессорам. Это честность в исполнительстве, честность в педагогике, честность в учебе. То есть третий такой вот как бы... Ну, немного философский. Да, философско-моральный. С таким подходом. Мне кажется, что да. И это зависит от каждого из нас. Это вещи, которые я бы добавил. Из того, что я бы убрал, для этого надо подобность. Мне кажется, так много вещей, которые нас раздражали на протяжении на протяжении этой учебы. Ты можешь озвучить. То есть я понимаю, что, может быть, какие-то есть вещи, которым просто нехорошо озвучить. Нет, не то, что мы... Но все мы это прекрасно знаем. Вечный стройка, вечное какое-то хамство со стороны людей, не относящихся к искусству, но, по их мнению, занимающих очень высокий пост и влияющих на твою судьбу. Ну, это такой синдром вахтера, допустим. Так и есть, на самом деле. Потому что человек, который выходит, включает свет в зале и потом закрывает калитку, это самые главные люди. Ты не шутишь. Но я считаю, что если бы этого не было, мы бы не были так всесторонне развиты, что ли, подготовлены к тому, как мы должны себя вести в стенах консерватории. Я понимаю, что меня раздражает, что люди готовятся к конкурсам и, в том числе, слава богу, выиграют конкурсы, занимаются в туалетах. Мне это раздражает. Что... А вот опять же, что я хочу убрать туалет? Я хочу добавить классы. Я хочу, чтобы просто существовал какой-то комитет или совет, который прекрасно понимает задачи и потребности студентов. Постоянно опускался вот до нас. Понимаешь? Вот с того уровня, с того уровня руководящего, бешеного, а не где-то там, опускался до нас, до людей, ради которых это все создано и сделано. Ну, забавно. По логике оно так и есть. Вот чего мне хочется. Чего-то убирать? Ну, господи. Со временем оно уйдет. Ну, ты знаешь, вот были люди, которые мне очень легко говорили, что добавлять ничего не надо, но нужно убирать. И как бы, ну, это их мнение. Why not, как говорится. Да, просто кто как видит эту концепцию вообще создания? Не раздание, а консерваторию. Не делаем это так. И, кстати, знаешь, Миша, вот этот вопрос я хочу немножко с тобой продлить, если ты не против, вот буквально чуть-чуть. С радость. Смотри, вот за рубежом, да, ну, все мы ездим, играем в концерты, там, кто-то вообще переехал, учится, живет и так далее. Но даже вот как бы точечно, да, там, на эти туры. Ну, общаемся же ведь с зарубежными музыкантами, это наши друзья, понимаем, кто чем дышит. Вот в какой-либо поездке у тебя бывало такое, что вот либо на концерте, ну, я приведу пример, например, все говорят о том, что потрясающая там аудитория, которая сказочным образом слушает, как будто просто все, никого нет в зале, это типа там Японии, просто до остановки сердца выходит, и просто вот гробовая тишина. И вот забрать бы эту аудиторию, такое отношение к нам в Москву. То есть понял, да, о чем я говорю? Вот нечто такое, что вот тебя настолько вот зажигало за рубежом, то есть я вот прям так хотела, чтобы это было в Москве и вообще во всей России. Это может касаться чего угодно, концертной практики, учебы, там, менеджмента. Вот, пожалуйста, вся фантазия твоя. Это концертная практика. И я буду говорить о той поездке, которая меня ошеломила, меня потрясла и во многом вообще изменила мое отношение к музыке, в особенности, в особенности камеры на музыке. Эта поездка была в Париж, где я находился целый месяц, и участвовал в фестивале такого замечательного научилиста, профессора консерватории Парижа Жерома Перно. И он организовал фестиваль художественного руководителя. Это даже не фестиваль, а это центр камерной музыки Парижа, который базируется в зале Курто, в той самой старинной школе, изумительной абсолютно, в ней все сохранилось с того же времени, школа Курто. И что я заметил для себя, очень важный факт, и к этому я стараюсь следовать. И, собственно говоря, Владимир Владимирович, кстати, Большина в эфире, спросил у меня, в какой момент это произошло. То есть то, что тебя поменяло, когда ты стал чувствовать себя свободно и понял, может быть, суть своей профессии, суть камерной музыки в том числе. Это не помешать. Вот самый основной принцип в камерной музыке. Это не помешать. И там люди, если они, они скорее будут чувствовать не то, что ты им мешаешь, а что тебе, ой, да, не то, что, не то, что я, допустим, вот я про себя говорю, не то, что я буду мешать. Ой, блин, я запутался. Не то, что мне будут мешать, а то, что я помешаю человеку в камерной музыке. Ни в коем случае, чтобы я не помешал. Чтобы раскрыть своего партнера. Не забить его. И так далее. И когда я приехал в Москву, спустя некоторое время, я заметил вот этот постоянно у тебя, ну, просто на частном примере, у тебя есть какая-то реплика. Такое ощущение, что тебе надо встать со стула, закричать о том, что ты сейчас играешь, после этого сыграть громче других и сесть обратно. Я, естественно, утрирую, я, естественно, преувеличиваю. Но у нас это заложено. И у нас это заложено, в том числе, системы образования. Мы должны играть постоянно сольным, мы должны играть только сольные программы. Это постепенно искореняется, потому что люди все-таки не глупые. Они понимают, что каменная музыка в чем-то лучше. Я не буду утверждать. Я не берусь за весь сольный репертуар. Он, конечно же, фантастический. У него колоссальное количество великих произведений, качественнейших и так далее. Но постепенно это начинают понимать и студенты, и игроки, и все-все-все исполнители, что не надо. Не надо везде выпечивать себя, не надо везде. Ну, в общем, я думаю, что основное, что я вынес оттуда, это будет вот так. Ну, да. Нет, это на самом деле просто нематериальная вещь абсолютно. Такое действительно ощущение. Это опыт. Да, конечно. Это понимание. Это то, что наработано годами. И ты понимаешь, что самое удивительное? Ведь вот много раз в онлайнах так или иначе мы как-то постоянно поднимаем в Траген, по крайней мере, эту тему, что все ведь идет с детства. Ты солист, ты будешь им, так должно быть, и вот больше никак. А действительно, вот у того же пианиста у него есть как минимум четыре основных магистрали, у струнника и того, наверное, больше. Хотя у вас тоже четыре специальности по окончанию консерватории. Но если пройтись по каждой из них, нет лучше, нет хуже, это совершенно разные вещи. Но все равно как бы вот в Москве полностью поддерживаю просто твое ощущение, не буду это все пересказать, есть ощущение того, что вот, например, сольный формат, это вот здесь. Камерная музыка, это где-то вот здесь. Квартет я вообще не знаю где, потому что это, ну, это, знаешь, не серьезно. Квартет по желанию, квартет по желанию. Да, квартет по желанию. Действительно, очень хороший ответ. По желанию. И, наконец, там оркестр вообще где-то там непонятно где, хотя все знают, какие бывают коллективы, на чем они основаны, на ком они основаны. Ну, что есть вообще различия. Как бы симфонический оркестр это своя свадьба, камерная оркестр это своя. То есть, ну, то есть все получается, вот есть соло, а дальше уже нет ничего. Дальше ты уже пошел по наклонной, как бы практически спился уже. Все автоматически. Вот. Но я сейчас утрирую, конечно, очень сильно преувеличиваю, но это для слушателей, да, как бы пояснить, что насколько, ну, дикие какие-то законы работают в нашем жанре. Абсолютно непонятно почему. Ну, это сделано не для того, чтобы человек с самого начала делал максимум для совершенствования своего мастерства, прежде всего, да, и потом уже подготовленный играл где угодно. Но, опять же, подготовленный это подразумевает не только наличие быстрой, феноменальной частоты, тонны и так далее, но и как вот ментальной подготовки. Потому что ты должен уметь сотрудничать. Вот эта коммуникабельность музыки, это вообще отдельная тема. Да, отдельная тема, которую все боятся затрагить, потому что, как бы, коммуникация и потом уже отношения между этими игроками, да, как бы то, что ты затрагиваешь впоследствии, это скользкая дорожка. Ну, Миша, я, по этой скользкой дорожке немножко хочу с тобой пройтись. Почему? Потому что я, как пианистка, сама не могу до конца себе ответить на этот вопрос. Мне просто реально не хватает опыта, вот именно твоего, что называется. Вот смотри, я знаю, что когда вы ходили, да, на квартет в Бальшину, как бы, как это происходило, какие часть квартетов, там, ну, квинтетов, соответственно, вы с Сережей, да, играли, как бы, там, первая, вторая скрипка, вы менялись. То есть вот эти вот роли, роли. Но насколько я знаю, по своим друзьям, которые, ну, как бы, из моего курса, однокурсники, да, это как бы и вообще, в принципе, частая история, когда вот уже один, как бы, он сидит на первой скрипке, другой сидит на второй, и как бы всех это устраивает, потому что у них, ну, разные роли, как бы так заявлено. Почему вот такой прием вообще у вас используется, и, ну, я, конечно, понимаю всю всю крутость этой ситуации, что каждый из вас может быть, что называется, пилотом и штурманом, да, как бы, просто таком. Очень хорошо, да. Да, что это на самом деле, это огромный плюс, и не каждая вот эта вот пара игроков, пара скрипачей так может. Вот расскажи, что это за лайфхак такой, мне как пианистки, и вот насколько это круто или не круто вообще, как бы, как это так получилось у вас в классе? Ну, прежде всего, мы сами так решили, то есть у нас никогда не было такой цели, кому-то занять пост первого скрипача. Ну, и вообще, я считаю, что мастерство квартетное не в первом скрипаче, вот, а мастерство в середине, в середине квартета. То, что происходит, это вот это переплетение, ну, и знаменитая фраза, да, ассоциация. У нас, ну, у нас там баталия, У нас какая-то акция, у нас оппозиция, что там происходит. Я не знаю, у нас какой-то молодой человек, или я не знаю, кто это пишет, что очень хочется поговорить о музыке, но держите себя в руках, молодой человек, пишите мне в личку, пишите по делу. Да, вот, и что касается квартета, да, ну, знаменитая фраза, очень уважаемый профессор, сказал, что такое квартет, да, сначала ты берешь бутылку вина и смотришь на этикетку, а потом, если тебя интересует этикетка, ты, есть две версии этой истории, да, ты смотришь на обратную этикетку и читаешь про это вино, а потом ты его уже пробуешь, и что есть лицевая этикетка, это первый скриппальщик, когда ты смотришь содержание, это велоничель, а само вино, это вторая скрипка эль. И я полностью с этим согласен, потому что действительно вино, это скрипка эль, вторая скрипка эль. Это то самое переплетение, потому что, когда ансамблисты начинают ловить, это зависит от того, а это зависит от всех, вторая скрипка, значит, зависит от первого скрипача и так далее. То есть, вот это вот переплетение линий, все происходит на ней. И поэтому огромное счастье, что мы можем меняться. Потому что, когда ты посидел вторым скрипачом, садишься первым, ты прекрасно понимаешь, что ты начинаешь слышать вокруг себя. Когда сидишь только первым скрипачом, довольно-таки тяжело слышать. Как правило, все анекдоты завязаны над тем, что вопрос был в основном про ваш квартет. Ну, хорошо. Да, я отвечаю за наш квартет. Я как раз рассказываю именно об этом. Рома, мы с тобой можем тоже потом отдельно пообщаться. На самом деле, мне как-то интересно насчет любого квартета. Может быть, у тебя оппозиционное мнение с другой стороны. Но тут надо тоже понимать. Нет, Миша, продолжай. Мне правда очень интересно. Вот. И да, мы так решили. На чем я остановился? Я остановился на том, что мы черпаем способности в зависимости от того, где мы находимся в квартете. Вот. И исходя из этого, совершенствуем мы свое квартетное мастерство. Отлучаем от этого большой отпуск. То есть, спектр как бы каждого из вас как игрока, ну, то есть, ваша ценность, она, она, в общем, увеличивается. Конечно. И прежде всего, на мой взгляд, личностное совершенствование в этот момент работы. А что анекдот? Почему Лида пишет, что это анекдот? Анекдот про квартет? А, комментарий просто понял. Окей, хорошо. Вот. Прикольно, знаешь, что еще? Что я вот, любопытно узнать такой инсайт. Но это, наверное, вообще только вы сами и знаете. Вот когда вы уже знали, какая заявлена программа, ну, выбраны определенные квартеты, квинтеты, фортепианы, как вы определяли, что, вот, например, там, не знаю, в Шостаковиче играет Сережа, да, на первой скрипке, а в Вайнберге, допустим, ты сидишь на первой скрипке. Как вы это определяли? На самом деле, если... что, как бы, ну, вы могли и подраться иной раз, да, ну, грубо говоря, вот я хочу играть первую скрипку, и все. Нет, такого, конечно же, не было. Мы стараемся не драться, не это делать. Вот. Все, решаем словами. А, что касается той программы, Шостаковича и Вайнберга, мне было очень интересно. Вообще, я честно говоря, в тот момент я не знал, что я буду играть, какое произведение. Мы это решили вместе с Сережей, в том числе, я не исключаю вариант, я, правда, я не помню точно, я не исключаю вариант, чтобы мы кидали монетку, в том числе. Вот. Но мне было очень интересно сыграть музыку Вайнберга на петре. Потому что, во-первых, я не играл в такие произведения. Все-таки, это то, что, ну, не будем волкавить, это все заимствование. Очень большое, очень талантливое заимствование. Шостаковичи, и вообще в то время довольно-таки сложно было написать что-то свое. Потому что многие композиторы, я не утверждаю, что все, но очень многие были под эпохой, находились под Венин, Дмитрий Дмитриевич. Вот. И мне было интересно раскрыть именно вот эту вот суть своего Вайнберга. Потому что он был очень, он очень много с ним общался, все такое очень. Но именно свое. Да, человек, который написал знаменитую музыку в мультфильме Винни-Пух. Я постоянно вспоминаю эту модерацию Феди с огромной вообще... Я в этом моменте мне кажется, что я сидел немного напряжен, и потом я постепенно на этом свое сомнение вот так вот улыбку просто на уши начала расходиться. Вот. А что касается... Да, еще раз возвращаясь к тому концерту, вот, пожалуй, основная идея это какой-то личный опыт. Мне было очень интересно сыграть на первой скрипке Вайнберга. Вот. А Сереже, я понимал, что Сереже, возможно, будет ближе как раз Шостакович, его надо понимать. Опять же, я не утверждаю, я точно не помню. Возможно, если Сережа посмотрит эфир, он будет присоединиться, он скажет свою версию, был бы интерес. Ну, может быть, он даже захочет присоединиться, сказать, к эфиру, не к этому, разумеется, как бы, у него будет свой шанс высказаться. Сережа, он... Ты знаешь, я его раскачиваю уже какой год к ряду, сколько я там вообще с вами знакома, да черт вас, да вообще не знаю, черт и сколько. И говорю, Сережа, ты обязан просто вот хоть раз уже промодерировать. И что? Каждый раз? Я говорю, кто себя модерирует? Он говорит, Миша. Миша и Федя, какую партию играет между Настей и Федей? Ну, естественно, как бы, тут все решила судьба. Все решили, да, гораздо раньше все решилось. Но вот это вот общение очень интересное, конечно. Очень интересное. Альтай Волончелин. То есть, это так, это здорово, за этим стоит понаблюдать. басы. Мне кажется, в любом, да, в любом коллективе, в любом квартире. Ой, Миша, на самом деле, столько вот интересного и позитивного. И знаешь, как будто бы лов с тобой, да, только что отыграли, проверили. Да, да. Есть такой момент. Ну что, надеюсь, что он еще настанет в реале. Ну, о чем ты говоришь? Я вот просто буквально только этой надеждой и жива уже 10 новых проектов написать, понимаешь, за это время. Вот. Все так хочется продолжить. Ну, знаешь, очень интересовались игроки, у которых завершился сезон, как и у меня, в принципе, в марте. То есть, сколько концертов было отменено лично у меня, да, как бы не относящихся к ловку. Сколько в ловке это вообще, для меня была тотальная катастрофа. Ну, что поделать? Я всем пообещала, я говорю, не волнуйтесь, ребята. Конечно, это очень сложно переносить, все заново, все это верстать, но давайте реализуем это все уже в начале следующего сезона. Как только расхлопнуть, я говорю, я буду работать через смену для того, чтобы заново построить. Даже уже звучали версии, и самое удивительное, что, ну, если прям вот до сентября, ну, то есть, типа по самому лучшему сценарию, вот именно в реале, как это полагается, я готова работать даже летом. То есть, не то, что, ой, летом у меня другие планы, до свидания, ребята. Нет, не в этом плане, что это мертвый сезон, а как бы, да, но тем не менее, для того, чтобы показать, что вот, ну, до такой степени уже соскучишь, что тут невозможно ждать, и как бы вот, июль, значит июль, август, значит август, да, до такой степени. Но посмотрим, как это будет. Ну, мне кажется, что это лето, я боюсь, конечно, прогнозировать, может быть, меня сейчас проклянут музыканта, но, ребята, мы будем пахать это лето, мне так кажется, почему-то. Да. Причем пахать на полях, ребят, мы будем. Да, да везде, и на онлайн-платформах тоже. Везде. Мы будем много работать. Поэтому используйте это время тоже в основном с пользой и с отдыхом. Ну, Миш, давай, наверное, закруглимся и отправим тебя все-таки спать, потому что я такая приставучая оказалась, сама от тебя этого не ожидала. Я получил огромное удовольствие от твоего представления, и это было очень интересно. Ну, я тоже, на самом деле, потому что очень с тобой классно было пообщаться, очень информативно наполнено, позитивно, что самое главное. И мой последний, наверное, вопрос на сегодня, видишь, я не могу, не могу отстать от все-таки последнего, но я есть я, ладно. Что ты пожелаешь, вообще, какой ты дашь такое вот напутствие на ночь, глядя нашим зрителям и музыканту вообще, в принципе, своим коллегам? Прежде всего, наверное, это банально, но это самое главное, берегите себя, берегите своих близких, берегите своих родных, чтобы они и вы были здоровы. Используйте это время, я говорю со своей колокольцей, прежде всего, для отдыха. Используйте это время для отдыха. И используйте время, как время. Мне кажется, что это очень, очень такая интересная штука, когда у нас есть возможность, то есть время, у нас есть возможность время распределять. Вот, сейчас совершенствуйтесь, получайте удовольствие от самоизоляции и надеюсь, что никого эта хворь не настигнет. Продолжение следует...